Новое прохождение Baldur's Gate. Мы стартанули сначала с БСП, но там и технического плана проблемы были, и как-то мы очень медленно проходили, пытались, когда поняли, что медленно из-за того, что это кооператив и первое прохождение, начали торопиться, пропускали квесты. В общем, я хочу, и хорошо, что меня БСП в этом плане поддержал. Он, кстати, даже чуть пораньше даже начал соло проходить и порекомендовал мне то же самое сделать. Вот. Главное. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут goodgame.ru. Чатик в левом нижнем углу. Большой вам респект. Спасибо, что смотрите в прямом эфире. Играем на максимальном уровне сложности. Стараемся вообще без смертей, насколько это возможно. Ну, пока челлендж никакого особого нет. Внимательное изучение мира. По фикшен и технические проблемы игра не вылетает. Графоний будет великолепный. На данный момент уже понятно, что игра, даже несмотря на то, что там ее переносили, она не до патча на места Амби, получилась прекрасной. Великолепные отзывы в стиме. Постоянно увеличивающийся онлайн. Я хочу выбрать сейчас кастомного персонажа. Вместе с чатиком давайте создадим. Какие исходные данные? Что я хочу? Я не хочу умирать на ловушках. Именно поэтому хочу персонажа, который сможет хорошо по внимательности, по ловкости находить, обезвреживать. То есть мы ограничены фактически там тремя классами. Это монах, это плут и это следопыт. То есть это товарищи, у которых в базе ловкость. А ловкость это что? Проводство, реакция равновесия, дистанционная, фехтовальная, влияет на инициативу класс брони. Тут не все написано. Локпикинг у нас тоже от ловкости. Проворность, там у вороты наверняка какие-то, что-то еще. Короче, мы отталкиваемся от того, что нужно выбрать, определиться из этих трех классов. Чем характерен монах? Монах у нас довольно универсальный товарищ. У него высокий класс брони без привязки к броне. У него, насколько я понимаю, из него рейнджовенька не сделать. Вот я бы хотел, чтобы этот товарищ еще был рейнджовиком. Потому что играя на максималке, особенно с человеком, который недостаточно хорошо защищен. Ну, как там, паладин какой-нибудь, воин, не знаю, варвар. Желательно дистанцироваться от возможных проблем. Поэтому это будет арбалетчик, лучник, кто-то такой. Можно ли, первый вопрос, можно ли монаха из монаха сделать толкового дистанционщика? Или нет? Потому что вот первый град ударов меня уже немножечко смущает. Чуть-чуть. Вот. Это первый вопрос. У следопыта есть разговор с животными, есть вызов животных. В целом он хороший именно дистанционщик. Животные там фактически, ну, четыре с половиной, можно сказать. Ну, наполовинку ты добавляешь себе еще одного юнита на танкование или еще на что-то. Там медведя, опять же, вызвать, отношения с ним построить. Вот. Толковый дистанционщик, только следопыт и воин. Воин? Ну, тогда у нас только следопыт остается. Я не хочу воина брать. А воин толковый дистанционщик из-за... Хотя доп. действия у следопыта тоже есть, у плута. Да, разговор с животными больше квестов. Да, вот. Давайте, следопыт. Давайте посмотрим на следопыта. Следопыт по расе. У нас кто будет? Мальчика я еще хочу все-таки поставить, тип тела. Ага, тифлинг, дроу. А кто по лору у нас следопыт? Эльфы, следопыты, полуэльфы всякие. Покажи всех. Да мы обзор делали. Это уже надо... Эльф, долгая жизнь. С длинным мечом, коротким мечом, луком, длинный лук. Ночное зрение, наследие феи. Стандартная скорость. Устойчивость к огню, тифлинг. Тифлинг у нас в тиме будет. Я сто процентов беру ту огненную. Какал, как ее там звать? Дроун. Рапира короткий, одноручный арбалет. Орженная подготовка, дроу. Карлах, Карлах. Человек. Глебфы, легкоброня, щиты. Универсальность, грубо за подъемность. Человек универсальный. Кажется, статы там плюс единичка у него в среднем. Хотя я не вижу разницы. То есть у нас дроу получается, да? Одноручный арбалет. Либо эльф, если мы говорим о... Может, прям классического эльфа создать. Эльф, мальчик. Длинный лук. Разговоры с животными. Прям все по лору. Полурослика и понесли кольцо. Полурослик, удача. Когда выбрасываете один на кубики, при броске проверки. Здесь может перебросить кубик. Храбрость. Прям классик тоже. Так, а полуэльф у нас, ополченец. Обращаться копия пики, алибарды, глефы не туда, да? Ночное зрение. Противовражение. Неспособный погрузить в сон. Гитияночка. Ручные мечи. Драконурожденный. Я пока останавливаюсь на эльфе. Почему? Потому что... Потому что лук. Потому что... Потому что лук, наверное, просто. То есть тут либо лук, либо арбалет. Из воина можно сделать стрелка даже круче следопыта. Дабл выстрел криты и тп. Но следопыт получает имбовый подкласс. Мрачный охотник. Имболюта, который ввели перед релизом. Не дотестили. Прекрасно. Мне нравится. Так, выбрали расу эльф под расу. Высший лесной. Один быстроногий. 1,5. Другой огненный снаряд. Быстроногий. Потому что, опять же, сложность. Разговор с животными. Это дополнительные квесты. Исследователь... Что это? Исследователь природы. Годы странствий в дикой природе помогли вам... Кстати, мне кажется, что можно погромче музыку сделать. Как вы? Вы поддерживаете? Мне кажется, тиховато, не? Вот где-то на таком уровне нужно поставить общие звуки. Годы странствий в дикой природе помогли вам установить особую связь с животными или научиться выживать в определенных условиях. Укротить ли зверей? Будешь делать волка-одиночку. Здесь нет механики, как в Дивинити волк-одиночка. Поэтому у нас будет вся пати. Для того, чтобы меньше умирать, надо прям... Вот. Крепкие связи с животными. Можете использовать призыв фамильяра. Нерасходы на ячейку заклин... А-а-а! Без... То есть... Отлично. То есть действием укротителя зверей. Ловкость рук. Никакого мошенничества. Холод. Не, укротитель зверей прям по лору идет великолепно. Призыв фамильяра без привязки к отдыху и к ячейке заклинаний. Так, заклятый враг. Изучая тактики и способности определенных существ, двоэтом умеют умения, которые могут пригодиться. Охотник за головами. Расследование существа, которые поразят опутывающим помеху при испытании. Хорошо. Хранители вуали. Вы специализируетесь на охоте существ других миров. Защита от добра и зла. Бести нежити. Разрушитель чар. Мини-маги не такой интересный. Рыцарь-следопыт. Приносите присягу на верность стране и короне. Безжалостно кара ее врагов. Умело обращается с тяжелой броней. Хрена себе. Вы поклялись охотиться на врагов священного ордена. Орден друидов. Очень реликий. Ну, мне нравится, как это ни странно, тяжелая броня. Либо вот через опутывание. Ну, опутывание это только... А, тут еще расследование, да? Хэви-армор еще можно нормально использовать. Следующий в истории. Следопытры. Мне нравится следопытры. Так, происхождение. Проницательность религии. Я вот не помню, что у нас у ключевых. Я, во-первых, не знаю, кого я точно буду в тьму добавлять. Ну, кроме Карлах. Да? Скорее всего, это будет маг. Скорее всего, это будет чародей. Ну, плюс-минус. Куда-то туда. Но это не точно. Маг отваливаться будет прям часто. Есть ли у нас... Так, интеллект, религия. Подожди. Давай, ловкость где у нас? Ловкость плюс пять. Шарлатан. Уже хорошо. Ну, это при проверках, соответственно. Ну, вот, как бы логично. Обман. Преступник, обман, скрытность. Скрытность. Харизма, ловкость. А что нам, в принципе, нужно? Харизму и так что-то не хочется брать, если честно. Мы не дотянем в любом случае. Шарлатан, скорее всего. А что еще нам ловкость пятерку дает или сопоставимое? Сила харизма. Ловкость пять, скрытность. Можно бродягу. Бродяга. Вы выросли в нищете и голоде. Вы умеете удовольствоваться малым, ведь зачастую у вас не было и этого. Да, бродяга. И способности. Будем ли мы что-то перекидывать или нет? Нет. Что ты хочешь вообще? Что ты хочешь? Давай пройдемся по основным характеристикам, что дает. Мышца, физическая сила влияет на эффективное использование оружием ближнего боя. Далеко прыгнуть, сколько можете унести. Не столь важно. Двойку отсюда выкидываем. Ловкость мы апнуть не можем. Максимальный бонус назначаем и так. Выносливость. Выдержка физическая. Помним про то, что у нас еще тяжелый доспех. То есть, возможно, здесь даже стоит... Возможно, стоит выносливость апнуть, исходя из логики, что... А, и тут по двойке уже идет, да? До 14 давайте. До 14 поднимем. Интеллект. Творить заклинание волшебника. Интуиция. Творить заклинание жрецам. Чувство интуиции. Вот тут мудрость хорошо тоже. Но, видите, я опять же выхожу в нехаризматичный товарищ. Силы слабые. Я бы подтянул либо выносливость, либо мудрость. Не та харизма. Ну, чеки вот все вот эти вот на инту, на харизму, на силу будут проходить... Будут проходить другие товарищи, я надеюсь. Я бы вот так сделал. 17, 15, 15. Может, такой вопрос, зачем луквари тяжелый доспех? Потому что Айронмен у нас, потому что надо жить. Это главный наш персонаж. А, еще можно один болт... Нет, подожди. Второй же можем выкинуть вот так вот. 16. Четное значение, Миша. Да, все так. Только четное значение в навыках дает бонус при проверке. То есть предлагаешь ловкость. Ну, у нас там на четвертом добавится возможность раскидать еще статы. Вот что вы предлагаете? Броню без силы носить сможешь? А, есть у брони проверка на силу? Ой. Это середина второй октавы, она там... Хорошо. Красиво. Да, можно несчетно уже на втором... Да-да-да, я же помню, что там дальше будет. Друзья, место вакантно. Кто хочет стать главным персонажем в нашем прохождении? Главным персонажем. Ваше предложение. Можно даже не ваш никнейм, может у вас есть какая-то идея. Бобер один. Бобер один. БСП. Сокол. Сокол и будет вызывать. И с животными говорится. Сокол, давайте. Сокол. Прекрасно. Нам нужно еще хранитель. Выберите. Я ХЗ пока что не доходил до механики. Пусть у нас будет хранитель. Смело в бой. Подраса. Внешность можно было настроить. Смело в бой. Погнали. Резко чемандр. Смотрим, читаем, погружаемся. Мы здесь были, но часть диалогов пропускали. Не все исследовали. Поэтому давайте. Включаемся. Дмитрий Михайлов. Да, синематики крутые. А тут и игровая графика прекрасная. Я вчера как стабильно уже начал хорошую графику поставил. Зум туда, зум сюда. Такой пейзаж превосходный. Мы летим на органическом корабле. Вместе с ктулху подобным... Как там их зовут? Или Тида, или... Поправьте сразу. Пожалуйста. Вот так вот прикоснулись. Стелепортировались. Вдруг откуда не возьмись. Вылетает эскадрилья драконов. Или Тида, да. Физическую боль причиняем ему. Вдруг. А-а-а... Д白. Вдруг. Вдруг. Граулер говорит, что это не эскадриль, это максимум звенок. Это виднее, это виднее. По количеству они разбираются. Вот я не знаю, ее брать, не брать с собой. Там дубль получается под вручам у нас. Посмотрим. Соберем пати по душе. Лени сказал, что он прошел первый остров. Рестарт очень влияет выбор персонажей пати. Выбрал зачем-то тех, кто не по душе. И со второго прохождения все замечательно. Конечно, конечно, это же адыд, надо же прям, чтобы ты понимал, кто, зачем, с такими мотивами. Десята. Десятый. Спасовься, кто может. Так, ну что. С чистого листа. Ну, давай, Михаил, только аккуратненько, пожалуйста, внимательно. Смотрим, читаем, осматриваемся. Прям не умираем. Предметы, дневники, квесты. Сокол просыпается после тяжелого рабочего дня. И голова. Красавец просто. Что у нас есть еще, розык? Выстрел в бедро. В бедро. Выстрелить врагу в бедро. Ранение может уменьшить его скорость. Может уменьшить скорость перемещения на 50%. Неплохо, уже сразу же. Дистанционная атака, призыв фамильяра. Есть ледяная стрела, парочка этих и свиток воскрешения. Куда бы СП делся. Ну, мы решили раз в соло поиграть. Нефрит. Драгоценный, с побережья моря. Высоко ценят ювелиры. Дэд, гуд. Еще я многие вещи не осматривал в прошлые разы, потому что этим занимался как раз БСП. Мне всем повезло уцелеть. Тут можно забраться наверх, еще что-то подлутать. Осмотримся. Огненный янтарь. Можно из него огонь и алхимика сделать. Это для поджога. Мы в прошлый раз, помните, когда с кучкой серьезных врагов, которые там плюс 2 левела, сражались. Сюда не пройти, да? Ну, кроме капсулы, я тут ничего не вижу. Только питомник? Отсюда и появилась эта тварь. Паразит, что извивается сейчас твою мозгу. Угу. Расследование. Интеллект. Умение расследования плюс 2. Проходим проверочку. Так. Корпус очень хрупкий. Легчайшее представление... Прикосновение разрушит его. Ну, давай разрушим. Рушь, все. А тебя предупреждали. Так, а хрящеватый сундук наверху. Я чего не взял-то? А можно будет подлечиться. Вот, видите, восстановление есть. Здесь по второму ярусу можно было пройти дальше. И вон руническая табличка. Оникс. Твой разум наполняют видения. Ноутилоид несется сквозь миры, блистая псионической энергией. Течет, не зная преград. И хрящеватый сундукеренс. Еще классно, что я нихрена не помню с прошлого прохождения. Поэтому, казалось бы, прошла неделя. Ну. Так. Корот говорит, перепроверил. Первый ЛВЛА будет судьбоносным. Ты в одном шаге, конечно, от спойлеров, друзья. Давайте тоже держаться... Держать себя в руках стараться. Не подсказывать, не рассказывать. В играх подобного рода очень важно изучать и принимать решения самостоятельно. О, какую-то ерунду у гоблина. Записи Элитиды. Образы гоблинов, их повадки и эпизоды их жизни мелькают в твоем мозгу, словно не успел прочитать. Надо еще навык прокачать, блин, быстрого чтения, потому что тут очень быстро уходят к стати. А может быть, это есть в параметрах? Типа, сколько задержка идет... Нет, похоже, что нет. Либо в звуке. Динамический диапазон. Sorry, sorry, sorry. Во! Частота реплик. Центровать монозвук. И... Если кто-то знает... А, может, в интерфейсе. Ориентация, показывать отметки, обучение, журнал, субтитры. Есть. Размер текстов... Твой размер текста по... А, это в диалогах над персонажами тоже покрупнее сделаю текстик. Это повысит. Жидкая скрижаль. В твоей голове проносятся картины тысячелетней истории гуманоидов, эльфов, дварфов, людей и других народов. А, там можно консоль открывать. Там полный лог разговора вот здесь, да? Нейроустройство. Поднимаемся на лиц. Сокол известный персонаж в узких кругах. Ну вот. Он хоть и играет за орков, но... Его имя больше подходит к эльфийскому. Так, наша задача здесь очень аккуратненько извлечь мозг в псионическое процедание. Да, ты спасешь нас. Ты освободишь нас из этой темницы. Мозг аж подрагивает в возбужденном ожидании. Пожалуйста. Пока они не вернулись. Они вернутся. Так, кто говорит, мужчина или мозг, какая разница? Хотя ты напугана. Чего? Кого ты боишься? Врагов. Их очень много. Ладно, мужчина-женщина. Новорожденный. Явившийся на свет из этой оболочки. Ты понимаешь, что говоришь с пожирателем интеллекта, прислужником, похитивших тебя с выживателей разума. Говоришь, нужно делать. Извлеки нас из этого тела. Освободи нас из этого плена. Пожалуйста. Он нам поможет. Так, ну что, проверки на ловкость. У нас минус инта. Давайте ловкость. Аккуратно извлечь мозг из черепной коробки. Плюс троечка. Надо просто. Аккуратно не извлечено. и воодушевления нет. Мы сейчас все испортим. Твою ж на левом. Мозг не поддается. Блин. Уничтожаем мозг. Не знаю, это правильное решение или нет. Но он бы мне помог. Ай! 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 Все уже по локоть в крови. Взять с него нечего. Осматриваемся. Ну, а вдруг? Ловкий, не очень умный эльф. Ну, а что? Тут, тут надо же, надо же как-то ум будут другие персонажи проявлять. Машина с мозгами. Можно, наверное, пробить даже. Слушайте, а у нас что по этим, по предметам-то есть? У нас есть лучок коротенький, 4,9, собственно, с высталом, который может по количеству. Ну, как... Вы же знаете, если ты смелый, ловкий, умелый, сокол тебя зовут. Ну, про мудрость там ничего не сказано и про... О-о-о-о. Драконерсы. Это идет осада корабля. Соколик. Надо было лицо ему более такое здоровым цветом. Михаил, запоминай. Лаизель. Чудовище. Тебе конец. Э-э, какое чудовище, слышишь? Он... Ты чувствуешь пульсацию в висках. По коже пробегают мурашки. Перед твоим взором проносятся образы. Крыло дракона, серебряный меч и твое собственное лицо. Глазами желтолицого существа. Мы устанавливаем первую связь с такими же зараженными паразитом персонажами. А, голова раскалывается. Что это за... Сква. Сква. Ты не раб. Хвала, Блакит. Вместе мы спасемся. А что оно за класс, кстати? Так, кто ты? Кто я? Я твой единственный шанс на выживание. Чего ты решила, что я раб? У нас в голове сидят элититские паразиты. Если мы не сбежим отсюда, если не очистимся, наши тела и разумы исказятся и трансформируются. В считанные дни мы сами станем кайками. Или гайками. Мы превращаемся в мозгоедов, но может... Но можно же что-то с этим сделать. Ничего нельзя сделать. Пока мы не сбежим отсюда. И думать надо, видимо, очень быстро. Сначала мы перебьем бесов. Потом проникнем в рубку и перехватим управление кораблем. О том, как избавиться от этой заразы, будем думать уже на материальном... На материальном плане. Куда ты лезешь? Ну что за аграни... Хтака! Мы без мозга на этот раз. Будет сложновато, нас всего лишь двое. Жизни ни хрена нет. Точность хорошая, урона ни хрена. Так, кто-то летает, кто-то на... На бесик так. Бесик сяк. А у тебя что есть? Смотрите, у нее длинный меч. Полуторный, да? С несколькими умениями. Второе дыхание. То есть она еще потанковывать сможет. Очки действия восполняет. Это бонусное действие. По фокусам псионика гитянки. Магическая рука невидимая, призрачная, понятно. Тут разные бесы, кстати. Этот на земле с топориком. Эти летают с метчиками. Принципиальная разница вообще не вижу. Только по типу оружия. Ну что, погнали. Напористая атака это действие. Бросится вперед. Атакуя. Первого на пути. Заставить потерять равномерие. Давай попробуем. Сбиваем, пробуем. Получилось. В скобочках нет. Но есть ошеломляющий удар дополнительным действием. Так что первого беса мы уронили, по крайней мере. 4-9. А урон с обычной 4-9. Будем пытаться выстрелить бедро, уменьшить скорость перемещения. Хотя он не ходит. А дай проверим. Сразу шопнули. И немножко отступлю. Заканчиваем ход. Ей русской горячей классе между тобой, чтобы тыкать правой кнопкой и осмотреть. А, понял, спасибо. У них слабенький урончик, конечно, но... Сто процентная точность. Нравится. Даже без мозгов справились. Ты, на удивление, неплохо себя показал в бою. А теперь к рубким. Шипастый клубень берем. Смотрим на бесов. Лутаем, что можем. Легкий арбалет. 4-11. По урону сразу опережает наш. Но! Бонус от умения плюс 2. Скорее всего, бонус от умения плюс 2 это оно. Да, длинным мечом короткий эльфийская подготовка. Видимо, это оно. Чисто я проверю. Посмотрю, если поставлю, там будет... Не вижу разницы. Как посмотреть разницу? Блин, где я только что смотрел? Где я только что смотрел бонус? Вот здесь посмотрел бонус. 4-9-5. 4-9-5. 5-4-11. Бонус умения плюс 2 такой же. Арбалет на меня тоже получается владеет. Да, короткий лук, длинный лук. Что странно. Причем без штрафа. То есть у меня все те же самые бонусы получаются. Дистанционная атака. Суммарный бонус 5. 3 от ловкости. Бонус умения плюс 2. Просто меня смутило бэкграунд наш. Пассивка. Умело обращайтесь с длинным мечом, коротким мечом, коротким луком, длинным луком. Пожалуйста, короткий лук. Но нет. Арбалет ничуть не хуже получается. Скиметар. Так, а у тебя полуторный. Давайте на нее посмотрим. Двуручное оружие, да? В третьей вкладке список того, чем владеешь. В третьей вкладке. В третьей вкладке здесь, видимо, да? Музыкальные инструменты. Классы. Вот, более детальный список. Короче, здесь легкие арбалеты тоже есть. И тяжелые арбалеты тоже есть. Причем, ну и не забываем, что у нас тяжелая броня есть. Ну, хорошо. Максимально универсальный товарищ получается. Может, ей тоже, кстати, арбалетер сдать. Как она, умеет, не умеет? Да, может тоже. Ну, на всякий случай ей выдать арбалетерс. Почему бы и нет, правильно? Отправляем Зайль. Скиметар у нас... Легкое оружие не подойдет ей. Ну, всяко лучше, чем короткий лук, правильно? Тоже просто урон возрастает. Так, бонусы одни и те же. Бонус атаки условно меткость. Легкий арбалет все использует. Даже маги он убер универсален. Странное описание просто тогда получается. То есть, тебе кажется, что... Классовая особенность. Причем, у одного описание по лукам, у другого описание по арбалетам. Ну, и есть основания предполагать, что... Но на самом деле нет оснований. Лечимся. Короткий-короткий. Просто мать. Простая мантия. Это простенькая совсем броня. Причем здесь пятнашка класс брони. У меня кожаный доспех. Лучше, чем текущий. Забираемся выше. Красиво. Берем хилочку. Забираемся наверх. Эльфийский владение. Это если бы ты не владел луками, то дало бы. А так ты рейнджер, ты владеешь с ним со стороны. А-а-а. То есть... Класс у нас. Добавил оружие под владение. Истик, назад. Истик, назад. Ничего не трогать, если не знаю, зачем оно. Я действительно не знаю. Он вроде не мертв, но совершенно ни на что не реагирует. Бум-бум, кто-то стучит. Да, точно здесь же мы можем спасти. Ты, вытащи меня из этой хреновины! Это Шэдоу Хард. У нас нет времени на отстающий. Слышь? Так. Поискать защёлку, которая открывала бы крышку. Конструкция слишком незнакомая. Ничего не понятно. Ну, видно сразу 8 интей. Корабль разваливается. Ты собираешься умереть, ради не пойми кого? Пойду осмотрюсь. Должен быть... Попробуем, вон то устройство рядом с капсулой. Они что-то с ним делали, когда запечатывали меня здесь. Торопись! Пожалуйста! Так, устройство. Прикоснуться. Консоль не проявляет признаков жизни. За отсутствием лучшего слова. Осмотреть. Замечаешь, что есть какой-то паз в ней. Что же можно вставить в паз? Пока бить не будем. Резервуарчики. Здесь не хватает какой-то детали в паз. Давайте смотреть. Реликварии. Ага, заперто. Нужен как раз набор. О, кто-то выходит. О! Слышь, мелкий. Давай поговорим с тобой. Ты красота! Мы одно! Сделаем меня единым, помните? Так, ну хорошо. Давай руку засунем. Ну, можно не только руку засовывать, все что угодно. От пленников исходят волны псинической энергии, но они не реагируют. Оп! Нажал. Давайте относиться к этому как к экспе. Минус один. А что за астральное знание? Подождите. Кстати, я могу призывать фамильяра. Их дофига. Ворона можно сокола призывать. Он может ослеплять ударом врагов. Крыса. Заразным укусом. Лягушка. Квакушка. Своим буфотоксином может отравлять врагов. Призыв краба. Увечащий захват. Замедляет врагов. Кишку можно. Мяуканье отвлекает. И паука фантома. Йо-ма-йо. Так, ну здесь мы не особо торопимся, конечно. Ну, краба надо брать, естественно. Краба в студию. Причем это не тратит у нас вообще никакое действие. Давайте краба вызовем. Краб. Два хита. У него. И много мяса. Так, а замысловатый мы не сможем открыть. Да, у нас нету. А я могу же подобрать просто его, не? Оп. Потом откроем. Есть резервуар, но если мы его... Может по нему выстрелить? Давайте попробуем ударить для начала. Попытка не пытка. Ударить. Никакого эффекта. Рюкзаки роносы рядышком валяются, я его не заметил. Ну тут просто золото и все. Да, не нахожу. Снова ударяем. Так, надо сейчас осмотреться. Ну 100% что-то есть. Что-то есть, что я... Что я пропускал. Может я не заметил из-за того, что... Из-за того, что невнимательный сам персонаж. Но скорее всего из-за того, что невнимательный я. Есть кувшин с мозгами. Я хочу его освободить, естественно. Странно. Кувшин с мозгами. Есть опция в следующую. Спасти пленницу. Добраться до рубки. Может соседним у этого есть. Наглядный пример, как внимательно играли. Да, 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 да. Привет, Бэтсма. Так, капсула. Это похоже тупичок. Возможно здесь будет ответ. В капсуле заперта женщина с пустым взглядом. Она не замечает себя. Еще одна кнопочка. Прикоснуться. Ты кладешь руку на капсулу и что-то слышишь. Подключенная к капсуле сознание приказывает тому, кто внутри, измениться. Трансформация по вороту рычага? Как? А ведь если нас не очистят, такой будет и наша судьба. Ну, а еще пара хилок, кстати, надо сразу, наверное, передать какое-то количество этой подруги. У нее тоже четыре бутылки, оказывается. Колечко, руна с золотом. О, а того устройство рядом с капсулой, понятно. А я могу с мозгом еще поговорить, как-то по диалогу. Ну, я, похоже, нет. Возвращаемся, спасаем. Так. Консоль не под... Опять. Ага, в консоли есть паз. Вставляем. Консоль оживает и принимает... Но каково ее назначение? Освободит ли она пельменницу или превратит ее в чудовище? А, присмотреться к работающей консоли. Проверка 9-2. Бонуса нет. 19 выкидываем. Все хорошо. Плавные очертания и пульсирующий свет наводят на мысли скорее бьющемся сердце, чем о машине. Это устройство не похоже на то, которое превратило беднягу в чудовище. Возможно, оно открывает капсулу рядышком. Ну, тогда все, прикасаемся и открываем, Изи. Внезапно ты чувствуешь, как что-то мерзкое шевелится у тебя в голове. Это паразит. Мерзкое чувство быстро сменяется новым ощущением связи. Власти. Привет, слонер. И летит мудрость, кидаем. Что, с БСП уже не проходите? Не, не проходим. Уже не проходим. Там и технические проблемы были в момент прохождения с моей стороны. И некая нескоординированность в нашем прохождении. Ты чувствуешь, как биомеханический мозг консоли обрабатывает твой приказ. И подчиняется. Мы скипали диалоги, параллельно делали разные вещи. Твой разум на миг снова содрогается. Ты чувствуешь насыщение. На-ка. Так, ну что, встаем потихонечку, подруга. Шэдоу Хард, первый уровень. Наконец-то. Я уже думала, мне конец. Да все хорошо. Сейчас к тебе подойдет великолепный сокол. Гутенабен. Думала, я уже помру в этой треклятой штуке. Спа... Ты рывком погружаешься в ее мысли. Она благодарна тебе, но держится на стороже. Потому что с тобой гитянки. Ой, все. Опасны у тебя спутники. Сражения именно такие нужны. Ты прав. Сражаться нам, похоже, предстоит немало. Позволь мне присоединиться к тебе. Будем вместе искать дорогу с этого корабля. А заодно и прикрывать друг другу зад. Про зад я специально добавил, потому что сокол ну просто не мог не добавить. Ну хорошо, идем. Я сокол. Я Шэдоу Хард. Минуточку. Что-то я тут сумочку оставила, кажется. А-а-а. Понятненько. Ладно. Потом мы к этому вернемся. Пора уходить. Наконец-то. Идемте уже на мостик. Мы и так потеряли кучу времени. Она права? Веди. Веди меня, веди. И спасти пленницу от элитидов. Я буду почаще заглядывать в журнал заданий, потому что в определенный момент, когда там журнал заданий открывали, проходили там во второй, третьей части, там 20 квестов. Миллион разных меток, стартанутые квесты, забытые квесты, забитые квесты. Снова лечением. Рубка уже близко. Войдем внутрь. Делай так, как я скажу. Э! С какой стати ты тут командуешь? Я сама себе хозяйка. Коньяк. Так, шедухард, что она у нас умеет? Она у нас... Для начала, кто по классу? Жрец. Жрец это отлично. Танкуем со щитом, что умеем носить. Бронька средне-легкая, к сожалению, только, да? То есть она на роль танка не зайдет. У нее много бафов. Но плюс еще есть... Есть еще всякие... Всякие оффенсивы заклинания, да, получается? То есть она прист, маг. Кто, как это правильно сказать-то? Кто она? Жрец. Высший эльф. Мудрость. Внеочередная. Вы получаете заклинание своего домена и всегда на готове. Наследие феи. Понятно. Ночное. Понятно. Страх перед волками. Человек-ополченец. Оружие копья пики, алибарды, глефы. Понятно. Раз человек получает эти бонусы. По фокусам. Бесплатность. Священное пламя. Устойчивость. Наставление. Наставление неплохо, кстати. Весьма. На роль танка еще как. Она раскачивается до 21 класса брониль. Огненный снаряд. Ну и заклинание. Соответственно, исцеляющее слово. Раз. Причем это бонусное действие. Но единичка всего лишь, да? Наставление проверки. Устойчивость. Эффектом заклинания состоянием. 1 до 4 к испытаниям. И священное пламя. Куда цель похожа на пламя сиянием? Наносит лучистый урон. Что еще? Направленный луч. Бросок. Ну, смотрите. Фокусы мы делаем без привязки безлимитно, да? Это тоже действие. Но фокусы, в отличие от заклинаний, мне много времени понадобилось для того, чтобы в этой механике разобраться. Не имеют ограничения по количеству, не привязанных к отдыху фактически. Нанесение ран. Нагноящиеся раны. Некротический причем. Переворот гуманоидом. Ну, щит веры, видимо, то, что у нее разгоняет класс брони. Окей. Я бы поменялся местами, поставил бы... Подожди, а как это сделать? Даже вот так, наверное, да? Даже вот так. Идем. Сейчас будет непростой бой, мягко говоря. Но наша задача добраться до рубки. Заспамили. Числом взяли. Раб, соедини нервы передатчика. Нам нужно уходить. И немедленно. Дело, что сказано. С Гайхом разберемся. Бла-бла-бла. Так, у нас мелочевка есть какая-то. Мелкий адский кабан. Мелочевка, в принципе, простая. Летит, который будет танковать. Командир, жал, который... И, кажется, скриптовые люди, которые будут... Луч — это метка. Луч — это метка. Следующий бросок атаки против цели получает преимущество. Какое? Тут я в механике преимущество не знаю. Там, типа, бросается два раза и выбирается с наибольшим значением. Как-то так или что это? Что такое преимущество? А, брусьте два кубика, используйте большее значение. Тут можно Т-шку сделать и зафиксировать. Полезная штука. Класс брони как растет. Броне ловко считает там. Он же расти должен, по идее. Ну что, краба в бой ведем. Подождите, а почему, почему, где, где, почему я не хожу? Что, что? Почему, что, что происходит? Все вроде нормально. У нас вроде урон хороший. Давайте соколом просто потихонечку стреляем по мелочи, отстреливаем. Почти получилось, смотри-ка. А, получилось. Подходим аккуратненько. Без фанатизма. Можно было подойти попробовать бросить его, кстати. Командир, жалко, мочит. Не лети, да, довольно активно. Так, мелкий, адский. Давай, врезайся, наверное. А, тебе, ты пока не можешь ходить. Хорошо, сорян, ба. Надо еще разобраться с последовательностью, действительно. Направленный луч я бы оставил на более плотного товарища. Здесь что? Здесь есть еще... Давай, может, с фокусов начнем. Огненный снаряд неплохо. 1-10, ты его никак не убьешь. Но удар у тебя еще менее вероятен. Где-то 60%, 80%. Давай, дальнего тогда. Игнис. Это критулечка, что ли, прилетела? Или почему там урон в два раза больше? У них устойчивость к яду. Ну, крит, крит не написал. Щитверый, давай, щитверый. Он на сколько? На два раунда? Не, до долгого отдыха. Да ладно, просто до долгого отдыха. Влоги крит. А почему он не отобразился как... Как этот? О, видите, промах. Возможно, благодаря щиту, кстати. Взрываемся раз. Дизориентировали два. Пробегаем три. О, краб! Есть ему как раз работа, смотрите. Опа! Уверенно влетел. Но не попал, к сожалению. Так, окей. А что мы будем делать? Не хочется тратить обычные, к сожалению. А, тем более я под помехой. Я же сам вплотную подошел. Давай попробуем отпрыгнуть от него. Он вроде не контролит ни хрена. Тогда у нас больше шансов на попадание. И летида, возможно, даже подлечим. Для начала попробую закинуть 40% всего лишь. Есть какие-то еще... А, подождите, щит веры. Как будто он... А, он ячейку одну требует, да? Блин, а 40% вообще не хочется брать. Может, мы как-то его... Заклинание, бонус, проверка характеристик наставления. А наставление у нас... Может косвенно по... Повысить точность проверки характеристик. Посмотрим, что такое проверка характеристик. Ну, вообще, да. Вроде как должен. Проверку на точность попадания. Давайте попробуем... Наставление на себя. Щит можно, наверное, дать веры. А тогда я не смогу. Это последняя ячейка заклинания, да? Еще бы взять чьи-нибудь ринджовое ей. Хотя бы что-то. Можем мы так сделать? Вообще не факт. Ладно, подходим ближе. Просто ближе подходим. И летит, отдает. Бой нормальный. Астральное знание действует, дает умение во всех навыках выбранной характеристики. Что, блин? Дает умение. Во всех навыках выбранной характеристики. Что, блин? Что? Что? Как? Как? Дает умение во всех навыках выбранной характеристики. Тут просто умение. Показывает, учились ли вы какому-то навыку. А-а-а. То есть, она теоретически может вообще с любым оружием взаимодействовать. Граулер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. А я вместо очередного совета просто поделюсь о том, что я сейчас заточу мороженое. Да, сложно, сложно, сложно. На самом деле сложно. Умение это плюс два навыки, скрытность, ловкость, строк для стата. Ловкость. Плюс два навыки, скрытность, ловкость, строк, стата. То есть, эта штука может помочь нам бафать при логпикинге, да? Надо запомнить. Не факт, что я с Лаезелью пойду дальше. И как-то подходить, если честно, не хочется. Я бы по нему стрелял, но... Высокая степень защиты. Пронзающий выстрел, да. Давайте-ка я подойду поближе. А второе дыхание на себя? Мне можно. Давай-ка тебя подлечим. Ага, тебя. Странно, что можно делать таргет, и при этом... Она лечит все равно себя. Но зато проверили. 40% всего лишь. Ё-моё. 40% Карл. А высокая степень защиты не может быть из-за того, что я... Не, я не ниже нахожусь. Просто он защищен. Да, хрен из 2, я тут попаду. Блин, а он сейчас же... Сейчас же все закончится. Если я не... Надо пытаться ему тут... Есть. Направляющий... Кажется, подействовал, да, статус? На 2 хода направляющий луч. Что он у нас делает? Следующий бросок атаки против этого существа получает преимущество. То есть мы скорее попадем по нему. Ну, капец, он плотный, конечно. Оставь его мне. Подключи передатчик. Но он как бы говорит, что не надо, не надо шутить, Михаил. С... С ним. Ну, реально он жесткий какой-то. Ну, 40 процентов, ну что я с ним сделаю? Побежали дальше. Плюс скриптовый же сейчас появятся враги. Схва! Поспеши, пока они не нанесли удар! А, еще появляются твари. Твари. 85. Давай. Тройка, все равно подходим. Краберс пошел. На-на. Захват клешнями работает. Но... Статус скинулся. Захват. Получаешь колющего урона в начале каждого хода. Скорость перемещения снижена. Отлично, Крабстер. Лучший из лучших. Опа! И побежал по своим делам. На... Оооо! Хты пес! Добиваем бесом. Пробегаем к рубке. Ооо, крит промах! Но, все. Упал и летит. Так. Давайте, что тут сделать. Уже меня тут ловят, да, немножечко? Чуть-чуть меня ловят, блин. Можно попробовать... Отступление сделать, да? Чтобы не спровоцировать удар по возможностям. И надо было действием попробовать толкнуть. Пусть это вероятность низкая, но все равно надо было... Надо все действия, которые у тебя есть, возможны. Пользоваться, пользоваться. Хорош. Пользоваться. Хорош. Хорош. Бежим. Может, мы попробуем его все-таки забрать, а? Но за него опыт могут дать. Сорок процентов. Шипастый клубень на... Двадцать процентов. Ледяная стрела, сорок. Давай. Промах, промах. Капец. Дергай шнур до весь стекло. Ну, отступаю от него. Тут, соответственно, мы врываемся в бесика. Что у нас по предметам? Сумка с припасами есть. Вот так вот. И кольцо, которое. Ну что, бобер. Пробуем его. О, я могу попробовать забраться по высшему. Так, у меня, возможно, преимущество будет по... Да, пятьсот процентов уже. Давай-ка. Так, бобер не выстрел. М- informal. Так, бобер не выстрел. Так, да. Дорог и литв. По разному. Держи позицию. переда это передача крупки все удалось вовремя да у скорее не надо использовать я забыл что она есть на мне вот любопытно там выжил у меня у меня два человека нокнутые но вроде мы успели но там серый портрет был главного героя я от хз может не успели что будем надеяться река чан тар течет из ирия и бора до самых врат балдура если кто не знал торговля держит мир на плаву большинство мэйдэй мэйдэй так спокойно как будто но очередной раз просто и гоблины в лагере активизировались а я вроде живой слушайте выгляжу по крайней мере живым соколик мы принимаем решение играть сегодня паб джи или нет ай и сокол опять зарунил полетел мэйдэй удобно Графон прекрасный Наконец-то у меня вылетов не будет И записи будут Ты пробуждаешься Личинка извивается у тебя в мозгу Неприятные ощущения Попробовать понять куда занесло Сориентироваться толком невозможно Корабль при падении устроил тут настоящий хаос Надо найти местных жителей Ага, и лучше бы поторопиться Личинка это смертельный приговор И часики тикают Нужно найти исцеление Пять опыта дали Дневник обновлен, найти лекарства И наших тиммейтов нет, но я живой Чтобы не было так одиноко Я вызову себе Другого фамилиара Это будет паукан Паукан Внеочередная атака у паукана есть Главный герой Сокол Рейнджер С хорошей ловкостью Специально выбирали персонажа Пресная вода Значит рядом должно быть жилье Графончик У вас вроде тоже плавненько все Более-менее, да? На стриме, насколько я вижу Более-менее Красивая Изровневанный Труп рыбака О, Шедухард здесь, смотрите Лежит Тепленькая еще Вставай, родная Так, попытаться Растолкать ее Мать, просыпайся Ты жив? Я жива Как так? Такое возможно? Опа, и спрятала сразу Я надеялся, что ты мне подскажешь Я помню корабль Помню, как он падал А после Ничего не помню Где мы находимся? Нет Я не узнаю этих мест Но все лучше, чем Этот корабль Надо действовать по порядку Сперва мы должны найти припасы Крыши над головой И что-то еще Спастись мы, может, и спаслись Но эти твари из наших голов Никуда не делись Мы, ты хочешь сказать, что Готовы составлять мне компанию И дальше? Мы нуждаемся друг другим И оба знаем, что на кону По-моему, более чем уместная компания Ладно, пошли И еще одну Пока мы здесь Спасибо тебе за то, что освободил меня Ля какая Прям, прям Никто не заставлял тебя водиться с моей капсулой И все же Я этого не забуду Посмотри, не забывай Ты меня не забывай Глаза текут от такого графония Давно так не было Я вчера, когда вот решил Наконец-то эти проблемы с вылетами Включил, наконец-то, графику хорошую Я такой смотрю сверху Просто такая Приблизил камеру Отлично От камеры увел Еще лучше Так, давайте осматриваться Немножко хилки Рюкзаки лутаем Тут Масса Шляпа Шляпа Это очень стильная Сразу шляпу Сокол У нас человек Понимающий толк В моде Пожиратель Интеллекта Почему-то он был красным Я не знаю Почему так Возможно, это тот Который бегал И Еще один рюкзачок Еда для привалов нам пригодится В любом случае Так, надушенное письмо Я тебя люблю, Си Вот, я это сказала А если мы завтра увидимся Я повторю это снова и снова И буду повторять Пока мы не состаримся и не посидеем Итак, давай рискнем Уедем во врата Балдура Да, это опасно Но оставаться здесь тоже опасно В последние месяцы приходилось непросто Но когда ты рядом Жизнь становится легче Бросай свою лодку Приходи на холм У старого моста Бери с собой столько Сколько сможешь нести Мы будем идти без привалов Не опаздывай С любовью, Анна Может мы Анну найдем еще Так, ну я впереди вижу проход в Суспензии тростника Рецепты А почему H Рецепт не сработал Потому что они во вкладке алхимии находятся По суспензии тростник Нанеся капельку вещества на грибы Вы начинаете слышать приглушенные звуковые импульсы Отглоски мыслей тех, которые Создаваете экстракты Три одинаковых ингредиента Тростник, тростник, тростник Суспензия тростника Мысли тех, кто находится рядом Как будто Чтение То ли свит Ну хотя вряд ли свит Так это Эликсир должен быть Какое-то чтение мыслей Так, рыбку съесть У Беладонны Скорее всего тоже Можно будет ее по Рунный круг Это ойпоинт первый Я буду Согласно плану Короче говоря Действовать То есть Изучаем внимательно Осматриваем местности Тем более Читаем все Так, круг нет древних знаков Заросшие руины Соколик Открыл Прежде чем идти в дверь Я бы окрестности Осмотрел Потому что Внутри будет серия Сложных сражений И это явно У нас не Новый рецепт Зола кинжальника Зола кинжальника Новый рецепт Зола Кинжальник Кинжальник часто Кормят кровью Павших Говорят, что он сам Помогает искать Новых жертв Это свойство Лишь усиливать Растения Усиливается Если растения Высушить и сжечь Намазать Для кровотечения Или что Посмотрим Почему у тебя сокол не орк Потому что сокол Это птица А у нас рейнджер Так Впереди вижу Врагов Ну 30 золота Простолюдина Такой Зажиточный Простолюдин Пожиратель Интеллекта Ну Ну и последний Зароданный Труп рыбака Бутылка Непонятная Жидкость Заходим Так Вижу Сундук Вижу Это я без скрытности Как-то действую Очень опрометчиво Нет Михаил Во-первых Почему я иду Впереди Тут пожиратель Реально Жозенький Пытаемся его Немножко подостановить Михаил Назад Тут даже на простых Можно отъехать Вообще Изи Спину не подставляет Тоже Блин Минус Минус вызванный Их много Ё-моё Че я остаюсь За что ли Не с той стороны Подошел А как еще я мог Подойти Не мог я По-другому Подойти Надо избавляться От этого Каким-то макаром Уже не мысли Блин Бедный бобер 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 А что кстати По опыту Эту битву Проведем Опыт получим Можно раскидывать Все что только можно Давай Давай направляю Еще лучше Сразу же Чтобы этого Шопнуть Гарантированно Бах Нано На себя Щит веры За веру Как говорится И народ Вера Мой щит И Чуть назад Но Лицом Бобер Бобер А почему Ты не можешь вызвать Скажи мне У тебя с фокусами Почему Почему не можешь вызвать А Фамильяр Не призывается В бою Только до Ах ты Пес Ах ты Пес Ну пытаюсь Пожирателю Дать Люлей И отступить Причем отступить Так чтобы опять же Развернуться Я не знаю как разворачиваться Без дополнительных ходов Ну сейчас я полностью В их власти Бобра Бобру опять Половину хитов Убивают Блин может не достанет Да бобра не достал Хорошо Но минус половина хитов Бутылка Бонусное действие Пропиваем бутылку Раз Здесь Соответственно Пэйш Дваз И гниз Фус Ро Да Специально подставляю Тебя поближе Подруга Дни моих суровых Старушка Дряхлая моя Тут тоже Хотя зачем бутылку Если мы Потому что на тебя Шотнет Ну шотнет мы его И так убьем Тем более Ты можешь отступить Хорошечно Отсюда вот Все Он Эту вторую не шотнет Скорее всего Блин Ну близко конечно Нано Изи Левелапы Хорошо Ты хорошо дерешься Возможно Что Возможно Что Возможно Перепадет Возможно Наше выживание Не такая уж Туманная перспектива Да все нормально Будет подруга Новый уровень У нашего сокола Он у нас Рейнджер Получили мы Особенность класса Одну Здоровье Апнули Почти в два раза Просто С 13 до 22 Ну ладно Не в два И Заклинание Начнем с заклинания Что у нас есть Помню Опутывающий Хорош Ловит цель Там демобилизуется Сразу же Дружба с животными Убедить животное И не нападать на вас Существо должно иметь Интеллект не выше трех Эффект заканчивается Досрочно Если кто-то из союзников Наносит цель и урон А на высоких уровнях Сложность по окончанию действия Цель может стать враждебна Исцеления пока нет Хотя может быть Как раз пока и да Потому что мы можем Переучиться если что Опутывающий удар Мы понимаем Что это заклинание Заклинание Ограничено по количеству Опутывающий Ваша атака призывает Колючие лозы Которые могут поймать Поймать Это значит в ловушке 1-6 урона Существование может двигаться Получать 1-6 Колющего урона каждый ход Броски атаки Против него Имеют преимущество О, хорошо Собственные получают Помеху Вообще класс Это и дебаф И баф Эффект снимается Если оказать помощь А кто его будет Вообще Опутывающий топ-1 сейчас Облако тумана Ослепляет Затемняет Классная штука Типа слепота Затемняет Попавших в него Существ Вкусные ягоды Довольно жирное Лечение Сотвори 4 магические ягоды В вашем инвентаре А, 1-4 Там 4 по 1-4 После долгого отдыха То есть он Крафтить может Хилки себе Бутылки Град шипов Калючки Наносят Цель и урон Оружием Взрываются Не понял Можно еще разок Колище 1-10 Град шипов Взрываются Взрыв дополнительно Еще 1-10 И окружающим Сплэшик При промахе Шипы Все равно Взрываются При успешном Испытании Цель все равно Получает Половину Урона От взрыва То есть Какой-никакой Гарантированный Урон Сплэшем Получается Град шипов Дистанция 18 метров Стоп А почему Опутывающий Ундар у нас Ближний бой Вроде он на рейнже Работал Метка охотника Тоже наверняка Классика какая-то Пометит существо Как свою добычу Чтобы дополнительно Носить 1-6 Всякий раз Когда вы попадаете По нему Атакой оружием Тоже классно Но без контроля Да Тут бонусный урон А тут Бонусный шанс Попасть Усиленный прыжок Скороход Разговор с животными Ну я бы посмотрел На град шипов Чисто по механике Потому что тут Из коробки Высокий урон Типа 2-20 На старте Причем 1-10 Половина урона 50% Это сплэшем Наносится И если у тебя есть Контроль по одной цели Через запутывание Например Да Или какую-то точечную метку То град шипов Ему Короче Вот так вот Попробую потестить Боевой стиль Ооо Ну я скорее всего В стрельбу пойду Стрельба 2 единицы Бонус Это бонус Это 2 единицы Урона Получается Второй вариант Защита Бонус При надетом доспехе Мало Парная Не нужна Дуэль Да Стрельба Прям топ Топовая При надетом доспехе Держа Не двухручное Не полуторное оружие Ближнего боя Ну это Это милишка Мне это не нужно Я стрельбу беру Погнали Бах Так у нас есть ларец Запертый Да Бутылочки какие-то Чашки Ложки Надо будет сейчас отдохнуть И шедухард Конечно же Вапаем Пока что Отталкиваемся от того Что она у нас саппорт Она должна танковать Она должна лечить Она должна Что действие Кто Как Стало жирнее Но не сильно Мы жирнее Чем она Кстати Доп ячейка Заряды Произведения энергии Получает способность Направлять энергии Своего божества Изначально Вам становится Доступный эффект Изгнания нежити Эффект обусловленный Вашим домен После короткого Действия Изгнания нежити Может пригодиться В этом В В склепе Изгоняя Любое неживое Существо Которое Может вас видеть Че И двуличность Отличное внимание Иллюзия В пределах Да Бросок Но есть возможность Что-то Что-то переставить У нее Исцеляющее слово Исцеление ран Причем Исцеляющее слово Это бонусные действия А не просто действия Граулер Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Все Я сдаюсь Так Вынужден обратиться К тебе Поясни пожалуйста В чем сакральный Символический смысл Шляпы У сокола Стиль Просто стиль Щитверы Оставляем Две хилки Оставляем Направленный луч Может быть Под сомнением Нанесение 3.30 Блин Ран Ближний бой Триндец Там Какой Жесткий Но скорее всего На андейдов Не будет действовать Готовленные заклинания Что у нее еще Защита добра и зла Защищает союзника От атак Небожители и феи Убеждение Не можете Стать ничьей цель Пока не атакуете Не навредите Любому существу При этом Вы предложите Получать урон По площади Неплохо Порча Неплохо До трех существ Получает штраф 1 до 4 К броскам Атакам И к испытаниям Мажут Чаще Приказ тоже бы Потестить На самом деле О Блесс есть Благословить До трех существ Атаки Брос Вот Блесс Православный Че я Блесс Не беру Прекрасно же Нано Хорошо Давай Тогда Во-первых Мы Легкий привал Для того Чтобы остановить Здоровье Соколы жирные Смотрите Какое Надо вызвать Фамиляра Еще Кого для разнообразия Кошак Крыса Ворон Ворон Один хит Но У ворона Есть Возможность Ослеплять Врагов Если Конечно Получится Пожирать Ленты Трубчики Свеженькие Собираем Можичок Эликсир Психической Устойчивости Можно будет Сделать Сниму Похищенный Аристократ Так Рапира Кинжалер Серебряный Медальон Это все Не наши вещи Взял Сел На стул Смотрите Ну а что Есть стул Можно сесть Смотрим Что по сундуку Масло Миниатюрности Покрыть Покрыть Используемое В данный момент Оружие Маслом Получит Штраф К урону Но при этом Сделает Слабее Любого По кому Попадает Цели Должны Будут Пройти Испытание Выносливости Получить Помех При проверке Испытания Силы Хорошо Надо запоминать Эти вещи Зелье Скорости Дополнительные Действия Два Класса Брони Испытание По ловкости И перемещение Вдвое Имба Дикая Необычный Предмет И клубень Тоже бы расставить По инвентарю А Биана Кеноби Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает А ты отключил Кармические кубики В настройках игры Нет Ничего не трогал Погугли эту тему На досуге Эксперты советуют Отключать Ну типа чтобы У тебя не было Подкручивание Со стороны Игры Рандома То есть чтобы тебе Всегда Либо так Либо это Ну смотри Эту опцию Они же не зря Блин Взяли И по умолчанию Включили в игру Что типа Ты не можешь Просто Постоянно Проходить проверки Каким бы ты не был Молодцом Ну я послушал Экспертов на самом деле Мне кажется Это для пусечек Нет Ну типа Чтобы Тебя там игра Не Не наказывала Не что значит Так сойдет Я не знаю Как лучше У меня просто Так Осматриваемся Пожиратели интеллекта Выходим О воровские инструменты Мы в теории Можем сейчас Воровскими инструментами Попробовать Открыть наш первый Ну вот это сундучок Ни разу Этого не делал Эм Нет Моровские инструменты Позволяет владельцу Вскрывать замки Путем проверки Навыка ловкость рук При неудачном Вообщем Неловкость рук Ну хотя Ловкость есть И руки Наверное тоже есть Использовать сокол Нет БСП Как А во Моровские инструменты Есть Добавить бонус Через наставление Давай наставление Сделаем Погнали 23 Здравствуйте Открываем Сундуки Ранс Тут Оникс И Может Оникс Конечно Включенная галка Подкручивает шанс В перебросках При нескольких промах Работает На тебя и врагов Не включай Но я включил ХЗ просто в игре И так много рандома Аааа То есть То есть Для пусечек Все таки Или нет Или не для пусечек Как лучше Мы в ДНД играем Или для козырщика На сенсовых Я не знаю Ну в смысле Наверное в ДНД Но ты не ответил На вопрос По По этому По опции Ставить Или не ставить Так здесь кабан Кажется был в прошлый раз Я четко помню Кабанерса Но я не могу рассказывать Разговаривать С животными Рецепт Зола Бальзамина Давайте посмотрим На него тоже Бальзаминчик Обгоревшие листья И встречают Дымный Сладкий Аромат Мне кажется Что Я вижу Точнее Что у вас Немножечко Неплавно В некоторых Ситуациях Идет прокрутка Давайте Я все таки Поставлю Высокую А не ультра Графику И проверю Есть ли ограничения По фпс Потому что То плавненько У вас идет То я вижу Там есть Фреймдроп Какой-то Ограничение Частоты кадров Есть ограничение Частоты кадров Вроде как Так Поплавнее Стало О Астериона Вижу Вот этого Товарища Я вполне Вероятно Возьму С собой Подкрутки Есть подкрутки И решать Всегда Себе В тебе Пойм Астерионыч Скорее Я загнал в ловушку Одну из этих Мозготварей Не впечатлил ты Сокола Вон там В траве Ты сможешь убить его Остальных ты сумел Легко Стэпосайд Джуня А там А там как раз Этот Боров А я не видел Когда мы с БСП проходили Он видимо с ним поговорил Я про Борову не услышал Пошел Борову увидел Там хрякерс Вот он Блин Столько мы всего пропустили И вот Как оно Понятно Тихо Не звука Если тебе дорога Твоя Красивая шейка Реально пропускал Я это все А ты лучше держись подальше Мы же не хотим Чтобы кто-нибудь Пострадал Он не нужен живым Убери клинок Или пострадаешь ты Какие заманчивые Обещания Но флирт По боку Теперь отвечай Это же тебя Я видел на корабле Кивни Так Атака ближнего боя Атака ближнего боя На На Пес Ой Твой разум Содрогается Ты смотришь на мир Чужими глазами Кругом темные Людные улицы Ты пытаешься уцепиться За это воспоминание Но оно тает Свет Страх Что это было Что происходит Так Сила ловкость Выскользнуть Пока он отвлекся Опа Ну тут я пройду проверку Почти что ездим Еле-еле на самом деле Опа Сокол Ловкач Я заглянул В твою память Тебя они схватили Так же как и меня А я то собирался Украсить окрестности С твоими кишками Ха Ну приношу свои извинения Принимается Ха Родственная душа Меня зовут Астариан Я был во вратах Балдора Когда эти твари Меня зацапали Представиться Ты ведь тоже родом Из врат Балдора А вот как Ну сдается мне Мы в разных кругах Вращаемся Ля какой-то Ну так Тебе значит Уже кое-что известно Об этих червяках К сожалению да Они превратят нас В элитидов Превратят нас Ха Ааа Смешно да Ну конечно Паразит превратит меня В чудовище Как же иначе Но Пока этого не случилось Если мы отыщем Спеца Кого-то Кто способен контролировать Этих тварей Мы выгодаем время Такой он конечно Изворотливый пес А Так Почему бы не пойти Тебе со мной У нас больше шансов Знаешь Я думал Совсем разобраться один Но возможно влиться в стадо Не самая плохая идея А ты По виду можешь За себя постоять Ладно Я согласен Види Высокомерный И уровень он получает Да Так Еще разок Астарион У нас Линейка отряда Отражается с боку экрана На портретах Показывается здоровье Понятненько Если хотите Плут Плут Ну во-первых Он Более-менее лишний На этом празднике жизни Пока что Потому что у нас есть Товарищ по ловкости Это наш главный персонаж От него мы никак Не будем избавляться Может быть Может быть Тима С двумя лучниками Имеет право на жизнь Тем более что У него класс-то другой Он плут Не рейнджер Обиона кеноби Обиона кеноби Спасибо тебе большое На 100 рублей И сообщает В теории Это галка для пустей Она включена По дефолту И уменьшает рандом Понял Но на практике Она работает На противников Следовательно Им чаще везет И игра сложнее Так Им хобби с галки Игра честнее Честнее То есть убирает Получается галка Он повышает уровень С 10 до 17 Увеличивается здоровье Что он по Спрятаться А у него спрятаться БСП говорил об этом Что у него Вот эти вот ключевые действия Они бонусными являются Именно поэтому Он может там выстрелить И спрятаться Вот в чем смысл его Ладно пока Ну пока я беру В любом случае Народ с собой Я бы поставил Далму арбалетерс Мой арбалет К сожалению Утащила Короткий лук А сколько там У тебя 4.9 Тоже 4.9 Более хорошего У меня нет Да Воровские инструменты Есть Да и только Ну окей Так А мы помним Что кабанерс Там проявился Да То есть я бы Я бы пообщался Может быть А с животными Я разговаривать не могу Напуганный кабан Ладно Я как рейнджер Без разговора С животными Вряд ли смогу С ним что-то сделать Кабанерс Красивый Поднять руки Чтобы успокоить Десятка Добавляем бонус Еще 23 Готово Кабанус Хрюкивает И смотрит на тебя С подозрением Успокойся Эти нетроны Он как-то Неуверенно Перетоптывается Потом срывается И исчезает чаще Да Тут нужен разговор С животными Был Кстати у меня уже Две ячейки заклинаний В минус Я лучше Короткий отдых Сделаю Так Что можно сделать По краешку Прошли Этого Взяли Давай вдоль Пройдемся Пока По краю По краю По краю Гляди Свеживатель Разума И он Ранен Помню его Помню Даже раненый Он опасен Действуй Осторожно Я Сама Осторожность Соколы в Аркадии Влетают Ты приближаешься К умирающему Чудовищу Это Тварь Тебя И похитила Ты можешь Прикончить Его прямо сейчас Но почему-то Чувствуешь Сострадание Сострадание Поддаться Чувствую Не хочу В прошлый раз Я не поддавался Это опять у нас Червяки в голове Говорят Ну вряд ли он Что-то плохое Сделает Правильно Поддаемся Чувству Да ради разнообразия Несчастное создание На пороге смерти Но время еще есть Ты жизнью готов Пожертвовать Чтобы спасти его Вернуть ему здоровье Но чувство Вдруг пропадает Видно мысли существа Обратились к чему-то другому Интеллект Сосредотачиваемся У меня нет Инты Нормальный Наставление работает Видите как хорошо Ваше сознание Сливается Жажда чего-то Чего больше нет Внезапно твой разум Снова стискивает Чуждая воля Принуждающая тебя К подчинению Ему требуется Пища для выживания И твое тело Может стать ею Но я не мудрость Я не пройду Я не пройду проверку Хотя там Требования низкие Да, прошли проверку Целоваться я с ним Не хочу, если честно Чудовище обессилило Лежит неподвижно Хотя может было А я отдаться В глазах подобный Влажным оранжевым Жопщужным Осталась лишь злоба Ну, добиваем Дали опыт Но, конечно, жалко Жалко этого добряка Еще одно Зелье скорости Зелье скорости Выглядит имбово Дополнительные действия Скорость перемещения Там дофига бонусов Забираю сюда Потому что могу Не знаю, правда, зачем Оттуда Я мог что-то здесь Обнаружить Через внимание Но ничего подобного Я так По границе По границе Зная, что Тут все линейно Более-менее И важно Исследовать О, подъем есть Это, собственно, переход Видимо, в высшем Я бы внутри осмотрелся Мы же еще товарища Тут неподалеку Четвертого вытаскиваем А потом Скорее всего Пойдем Скимитарчик А что у него? Финт Это бонусное действие Заставить урага Потерять равновесие Ага Разрыв тканей Кому Отдать Может быть И бобру Кстати, тоже Мало ли что Мало ли С кем придется Вплотную сражаться Да, я вижу Вейпоинт Портал Из которого Будем подтаскивать Ты подходишь К символу на камне Магия сверкает И хаотически Вихрится над ним Как будто Там что-то не в порядке Это выглядит Слегка небезопасно Касаемся Символа Все нормально Опа Руку Кто-нибудь Силы у нас слабые Кто-то такой Самый обычный странник Застрявший между мирами Вытащим меня И мы Сможем познакомиться Как подобает Ладно, давай попробуем Но Да вроде Да Кое-как Кое-как Семь из семи Давай-давай Тяни Ну это чисто маг Чисто маг К магам У меня отношения Пока неоднозначные Потому что Самая большая вариативность Сложно Уф, приветствую Я Гейл Из Глубоководья Прошу прощения Обычно у меня Это получается лучше Лучше, видимо Да, там было Так, не стоит извиняться С тобой все в порядке Я некоторым образом потрясен Но в остальном Рад нашему Знакомству Постой Да я ведь Тебя помню Не так ли? Если можно так выразиться Конечно Ты же тоже был на Наутилоиде Да, я там был Мед Пиво пил Тогда я смело могу предположить Что тебе помимо воли Пришлось стать жертвой Внедрения инородного тела В глазную область Да Этот паразит Которого он В нас всадили В курсе Ты Что после Крайне болезненной Трансформации Он превратит нас В свежевателей Разума Этот процесс Именуется Сереморфозом И позвольте Азоверить Его лучше избегать Любой ценой Ты случайно Не жрец Не лекарь Не хирург Или может быть Ты умеешь Ловко управляться Связальными спицами Явно достаточно Знаешь о нашей проблеме Что понимать Жрецы тут бесполезны Обычные Да Но я Надеялся Оказаться Присутствием Необычных Ты часом Не язык числа Ну посмотри на меня Какой я жрец Вообще Следопыт Я могу лечить Простые раны И недуги Но удалять Чужеродного паразита Увы нет Как мы уже выяснили На это мало Кто способен Нам несомненно Нам понадобится Целитель И очень скоро Как насчет того Чтобы И впредь Помогать друг другу Мы могли бы Поискать лекаря вместе Отличный план Превосходно Общий паразит Отличная основа Для дружбы Ну Или как-то так Да И прежде чем ты решишь Что берешь С собой путешествие Самого дурного Освятного человека На свете Благодарю За вызволение Меня Из камня Точнее из камня Я хотел меня Ко мне Но это было Предусмотрительным Проявлением доброты Своей стороны Ибо у меня Есть подозрение Что очень скоро Я смогу вернуть тебе Эту любезность Старицы Старицы видимо Было Так уровень у него Экспы нам немножко дали Давайте посмотрим Что Что вообще с волшебником У него У него сразу Сходу 8 заклинаний Ладно Заряд я помню Сон я знаю Громовая волна Видели Как БСП отталкивал Масло превосходно Вообще БСП топит Конечно За мага Потому что масло Универсальное Скидывание врагов Прекрасное Огненные снаряды Но маги Уходят Просто За милую душу Надо Какие-нибудь Мир римаджи брать Там защиты Потому что он реально Шотный просто Он шотный И нам сразу Подклассер Рекомендуют Некроманти Иллюзия Иллюзия хорошо Преца не Иллюзия ждает Это что у нас Улучшенный Мал А это иллюзию создаешь Преграждение Заклинание Преграждение Используют для призыва Защитников И изгнания врагов Рассеивания магических чар Используют для защиты Себя и союзников В течение заклинаний Преграждение По свиткам Охотится вам всего 25 зол За круг заклинателя Знаток Преграждение И магический берег Защищающий вас Вастурон Уже нормальное начало Преграждение Кажется может Продлить немножко Магу жизнь Заклинание Эвакации Превращает энергию Стихию В мощные атаки чары Это понятно Некроманти Понятно Ну то есть не для меня Если я и буду его брать Я буду брать его на На толстый Саппорт контроль Как-то так Потому что нет ничего хуже Чем отлетающий С первого выстрела Маг Просто сразу Превращение Экспериментальная Алхимика Преграждение Делаем Преграждение Что по заклинаниям Кошки Заклинание море Конечно Пылающие руки Преворот Хроматический шар Сфера Урону Поверхность С некоторой вероятностью Создает поверхность Или же вы можете выбрать Другой тип Урона Цветные брызги Классика Вообще Ослепить Существа Которых Общей сложности До 33 Очков здоровья Сменение облика Отступление Время на очки здоровья Может быть Но это полноценное действие Плавное падение Ледяной нож Сильный прыжок Скороход Стрелка Тоже стандарт Щит Когда по вам должен Пройти удар Ушка Время увеличится на 5 Давайте Отвратительный смех Танши Таши Вызвать у существа Хохот Которого Нападет Плашмя Ну что Брать В дополнение К имеющимся Заклинаниям А что у него Имеется Громовая Отлично Масло Отлично Сон Прекрасно Разряд Можно скипать Магический доспех Еще есть Да Стрелка Наверное Мне вот Ведьмовской Заряд Не нравится Он На крупную цель Но там Условия дополнительные Плюс Если он будет Вот в таком Саппорте Находиться Я бы лучше Реально Поставил Вот так В общем щит До долгого отдыха Действует Окей Давай попробуем Так Ой Понабрали Понабрали А у нас есть У нас же Покруче доспехи Вроде есть Какие-то Да У кого-то Где-то Они могли быть Только у сокола И у товарища Которые Ну вот У Надо было Надо было Да Надо было Стырить Вещи Ну и было бы Неплохо ему тоже Какой-нибудь Арболейтерс Выдать Или Оружие дальнего боя Пока даем лук Итак У нас немножечко Не изучена Вот центральная часть Есть вход Через вейпоинт В руины Хотя здесь вроде бы Мы уже были Да То есть Проход Мы увидели этого И посражались С мозгами Здесь Да Но не все Подлутали Давайте проверим Едкий клубень Бросить в цель Покрытый слизист Клубень Своим местом Находиться Вокруг Забрызанной Едкой Жидкостью Расходники Тоже нам Могут Помочь Правильно Проводить Сражение Ну и Что делать Два Вейпоинта Открыли Есть проход На север Отсюда Идти в руины Не идти Может до города Пройти А в руины Вернуться После апа Да А по еще Конечно Далековато Просто в руинах Насколько я помню Там будет серия Неприятнейших Сражений Соли зонтика Воровского Соли Зонтика Соли А может я не смогу Мимо них пройти Да Тут вход Сверху Снизу Конечно Я хочу быть богатым Но Не с условием Что меня убьют Да Тут заходов Несколько На самом деле Можно снизу Через эту дверь Можно кажется Сбоку Здесь Через 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 вот этот Проход Лопаты нет Шаул Нам нужна лопата Может я зря Прохожу Мимо них Ну так Попробую Просто сразу В обход Интересно Куда попадем А Тут люк Закрыт Ясно Да Фпс при скроллинге Но это у вас Проседают У меня все Отлично Но Это конечно Так себе Аргументерс Я попробую Сейчас Наверное Захват По другому Сделать У меня все Шикарно Просто Плавно Приплавном Секундочку Давайте попробуем Вот так Сделать захват У вас в теории Должна Он не отображает Игру Через это Вертикальная синхронизация Включена Не мешает Может быть Кстати Может быть Мне вообще Не нужно Вертикальную синхронизацию Учитывая Гостинка Выключать Насколько я понимаю Да Давай-ка так Сделаем Нет Это не влияет На вашу Не у меня Абсолютно Все плавно Постепенно Заходим Тут наверняка Можно решить В оба раза В оба раза Выше меня Но мы даже не знаем Что это за хреновина И что насчет Склепа-то Я тебе говорю Это корабль А склеп подождет Мария Бартон Вон сколько дней Бились Не могли взломать А мы Стоп Знаете вам Конкурентов Пожаловали Это наш корабль Тут наше Все Так Убеждения Запугивания Обмана А сейчас Что угодно На том корабле Отряд захватчиков Бегите Пока время есть Двенадцать Неплохо Девять Хрена с два Не проперло Ой да ладно Думаешь Нас уболтать Чтоб мы ушли И всю добычу Ти оставили Хрен тебе И че вы стоите Вали его Да ладно Прямо сразу И у меня маг Так подставляется Дай твою налево И у него Опачки Прощай Гейл Их тут троем Квеленом Монах Похожим А ты кто По классу Гном С двручком Просто Ну да Выносливость Сила Так друзья Внимательно Сейчас как бы Вообще Шутки Шутки Не надо Шутить Пожалуйста Иностариона Надо перекачивать Давай через шуточку Пока Мне Ооо Серьезно У нас У нас есть Вот эти вот Вот это Сплэшем Брызги Да У нас есть Опутающего Выстрел Но Возвышения Нет Может мы Как-то Шадоу Хард Пока что Попробуем Блин Я не Ооо Вот у нее Есть Проведение энергии Перезарядка На коротком Привале А это тоже Полноценные действия Изгнание Нежития Двуличность Закидываешь Направленный луч И досвидос Сразу же И не факт Что попадешь Ну все Заклинания у меня не будет Останутся лишь фокусы А что по поводу Блесса Я же хотел Там Благо Вот Давай благословление Сделаем На кого оно Подействует А Одна цель Что Там же До трех целей Говорили Или как Да В огласе До трех существ Давай Раз Да Он Два Да и себя Мага Ты Не спасешь В любом случае Да я бы ее Поставил Все равно Сюда Куда-то Блэйс Раз значит Есть Да Дистанционная Атака А у меня же есть Возможно еще Прятаться Свободным Бонусным Действием Давай тогда Пытаемся Проверку не прошли Что ли Не прошли Проверочку О О А А Я спрятался Через действие А не через Блин А не через Как Короче Прочитай Прочитай про концентрацию А где прочитать Про концентрацию Короче Я прячусь Но это все Очень плохо Все Очень плохо У меня остается Бобер Меня сейчас Тут просто Разматывать Будут Меня просто Будут Разматывать Я град Шипов Не могу Сделать Точнее Давайте Вот этого Попробуем Привязать Двуруч У меня больше Там проверка Была Что ли Или что Я не Сделал Дистанционный Удар Я не Сделал Дистанционный Удар Ладно Зели Скорости Пора Выкручиваться Пронзающий Глубокий Или Давай Пронзающий Глубокий Точно Мы ничего Более толкового Сделать Не можем Уже Не можем Потому что Бонусное Действие Потратили Все До свидос Да Беда Интересно На эти штуки Можно было Запрыгнуть И получить Бонус У тебя Может быть Только Один Активный Спал С концентрацией При попадании Спал Могут Прерывать Так Ну что Пробуем С соколиком Ну а че Подставляем его Просто Он не успеет Время Молиться Сейчас нам Будет Очень больно Сон на сокола Отлично Но попадает Еще на одного Упал Маг Тут еще Лучница Ой Ой Хорошо Что промазал Прыжок Шаду Хард Концентрация Нарушена Нарушена Блин Маг Сдел Ой Господи Там Щит Какой-то Какая Грязь Так Из-под Тяжка Да Говоришь Можно Атака Из-под Тяжка Союзника Наход Так А как Обзор Показать Типа Шив Да Ага Вроде Отсюда Мы Будем Уже Видите 65-60 Дуручка Трындец Опасный Ну а че Делаться Давай Пробуем Девятку Бахнули Спрятались Снова Дубобрата Нормально Все Вот У остальных Беда Попробуем Да Попробуем Сразу По всем Нанести Урон Нанесем Тогда Клубин Тоже Действие Надо Добивать Видимо Двруч Пытаться Но уже Нет смысла Его добивать С атакой Какой-то Ну типа Особой Хотя Она Точнее 70 А там Что было 60 Нет Нет 70 Диапазон Какой По урону 4 11 4 11 Блин Там Двойка Еще Правда Приходит Есть Одного Убили 6 Ровно Как раз А у меня Еще Второе Действие Ты Запрыгнуть Хотел А это Кстати Бонусное Действие Но он Не запрыгивает К сожалению Сюда Не допрыгивает Так Так А это Еще раз Кто Высший эльф Но она Похоже Кастует Так Опутывающий Удар Дистанционный Давай Этого Где Блин Опутывание Где Опутывание Здесь Скорее Надо Бутылку Сжать Это Бонусные Действия Раз Ну и Ближнего Мы не Пробьем Бедный Маг Подлечиться Не можем Потому что Ячейки Заклинаний Уже Пустые Фокусами Надо А 25 Помеха Это Из-за Того Что Ты В бою Типа Да Под Угрозой Ясно Священное Пламя Ок Давай Священное Пламя И Все Да Сейчас У нас Маг Скорее Сво Ложится О Промо Хорошо Живем Не Маг Живой Ну Как Живой Мы можем Попробовать Его Волной Оттолкнуть Оттолкнется Правда И следующий Это у нас Просто действие Действие Окей А бутылка Бонусное действие Вбиваем бутылку Раз Мы его не убьем В любом случае Нам надо От него Как-то Избавляться Вот так Скажем А там Урон Еще Наносится Да Это Прекрасно Просто Прости Меня Да я Не увидел Урон Я вряд ли Отступлю Потому что Он ударит И Убьет Лучник Стреляет Еще Падает Маг ГГшечка Можем ли мы Что-то Сделать Еще Что-то Хорошее Ходы Пока Лежат У нас Есть Да Я вроде Здесь Даже В инвизи Прячемся Бонус Пытаемся Этого В спину Бахнуть Два Хита Кому Оставил Так А зелье Скорости На мне Работает Работает Еще Один Ход То есть Мне нужно Тамана Добить По обычным Выстрелом Пробуем Раз Я даже Поднять Могу Но Есть ли Смысл Есть ли Смысл Мне кажется Лучше Опутывающий Хотя Они Ранжевики Но Там Может Массовое Что-то Быть Я не знаю Какой у них Арсеналерс Еще Мага У этого Скоро Там Заклинание Закончится Просто Мы можем Кинуть Бонусным Действием А Но это Только Подлечит Он же Не поднимет Человека Так что Наверное Все таки Хотя Все дистанционщики Нахренам Не опутывать Здесь Мы здоровые Плюс Сокол Еще Хоть и Спит Но Норм Играть Шипов Наверное Ой Просто Шотнул Как достал Как Там же Рейндж Ой Твою Налево Вы видели Охренеть Просто От времени Умер Нет Он не От времени Умер Там Минимум Три Хода У тебя Есть Какой От времени Умер Это Шипы Достали Не Смог Выносливость Проколить В смысле Там же Проверки Три Проверки Идет Лог В студию Сокол Творит Град Шипов Клин Не Проходит Испытание Против Града Шипов Как этот Лог Повыше Сделать Да Это Это Испытание Все таки Он не Проходит Действительно Это Неград Шипов Достал По нему Ну хорошо Значит С рейнджом Все в порядке Мне Видимо Надо Выходить Из Давайте Рывок Сделаем Попробуем Спасти Shadow Hard Поднять Хотя бы И опутывающий Выстрел Откуда Ааа Там Этот Лежит Сейчас Второго Могу Потерять Сокол Не может Поднимать Никого Блин Либо мне Бобром Добивать Как-то Эту Подругу Тогда Мне Нужно Скорее Делее Скорости Сделать Либо Лучше Бобром Поднять Ну да Мы будем Ходить Здесь С первыми Пробую Выпрыгнуть Из Кустов Ворон Полетел Это Подлечиться Не может Да Хватит Какие же Враги Вообще Бесящие Вы видели Да что ты делаешь Ну я неправильно Зашел Просто Понимаете Маг Впереди Он Он Собственно И подставился Вперед Должен Идти Человек Ну там Типа Не знаю Shadow Heart Или Или я Чтобы пожирнее Чтобы можно было Можно было пережить Это все дело Ну видимо Ну я не буду Загружаться Естественно Это будет Мне уроком Помехом Дай мне просто Его Призрачный горст Приветствую Я магическая проекция Кейлой Да ладно Из глуповодии Если вы слышите Мои слова Это значит Что я покинул Сей мир До срока Однако По причинам Слишком важным Чтобы их разглачать Крайне необходимо Исправить И отменить Мою прискорбную Кончину Как только Это будет Возможно Будь уверены Я желаю Этого Не только Самолюбивого Желания Воскреснуть От моего Возвращения В бренный мир Причем В двухдневный Срок Зависит Несчетный Полагаю Я понятно Объясняю Класс Ой Интересно Были ли люди Которые теряли Мага Загружались Прямо В сражении И не доходили До момента Когда он умер Сразу после сражения И пошла проекция Вааа Наверняка Кто-то Кто-то сразу Ребутился Супер Просто Мой бог Не даровал Мне возможность Совершать такое На моих Печальных Останках Вы отыщите Магический Предмет Который Возвратит Меня В обитель Скорби Но это Реликвия Такой ценности Редкости Что она Храняется Многоступенчатым Протоколом Защиты Я расскажу Что собой представляет Протокол Первый шаг Снимите С моих Останков Небольшую Сумку Которую Я носил У самого Сердца Далее Надо Распустить Фиолетовый Шов На сумке Против Часовой Стрелки И ни в коем Случше Не трогать Нити Других Цветов Класс Внутри Сумки Ты найдешь Сложенное Письмо И крошечную Флейту Развернув Письмо Обрати внимание На знаки В верхних И нижних Углах Это Ноты Которые Нужно Сыграть На Флейте Сыграйте Ноты В правильном Порядке Начиная С нижнего Правого Угла Двигаясь Далее На Сей раз По Часовой Стрелке Когда Ты Сыграешь Все как нужно Появится Магнический Мефит Который Спросит Тебя Икс Ча Чи Нга Нага На языке Инга Это означает Как Мое имя И ответ Хаси Тхакхаш Если Пронести имя Правильно Мефит Дыхнет На письмо Но держитесь Него Подальше Мелкий Негодник И металл Дыханием Плавит Видимо На поверхности Письма Появятся Слова И наконец Письмо Преводится В свет Кристинного Воскрешения Используйте Его Чтобы вернуть Меня к жизни Запоминаем Ребята Сейчас придется Это вспоминать Фиолетовая Против часовой Стрелки Ооо Можно воскресить Его Титридоног Да яй Как записывать Я же читаю Блин Ребята Мне же нужно И контролить Правда Он умер Хреново контролил И читать Что там написано Вы записывайте Пожалуйста Хорошо Обещаю Сделать Прекрасно А теперь Повтори пожалуйста Мои инструкции Нееет Что что Сделай Должение Мне нужно Быть абсолютно Уверен Что помнишь Досконально Все Ладно Первый шаг Взять сумку Которую На этом На груди У этого Дальше Шов Красный Желтый Фиолетовый Против часовой Стрелки Правильно Потом ты получаешь Письмо И флейту Продолжай Сыграть ноты Блин Там что-то по нотам Вообще неправильно было Не так как Короче С нижнего правого угла Что ли Или с верхнего правого Или с нижнего правого Какой-то Сыграть ноты С верхнего правого Боюсь Ошибаешься Угол Нижний правый Верно Начинаешь С нижнего правого Угла И не забудь Сыграть Надо По часовой Стрелку По часовой А дальше Когда появится Мефит Нужно назвать Его имя Ё-моё Что Хатрахтси Вот это первое Да Трахаш Трахаш Мерзавца Зовут Хатши Трахаш Прислушайся К твоему другу Правильно Хасись Трахаш И обрати внимание На последних слов Трахаш Глубоко в гору Х Итак Мы повторили Все самые необходимые шаги Буду надеяться Что несколько повторений Все-таки Придут к совершенству Удачи с протоколом Да наполнятся Поскорее Мои хладные Мертвые руки Жизнью И теплом Дабы пожать В благодарность Ваши Просто великолепно Вот как Вот просто Мини квест На ровном месте Так Мы идем К нему Инвентарь У него Есть Блин Не запороть бы Подожди Может его Прям подлутать Надо Вот он Гейл Ну встаем Вы че Не по ходам Алё Блин Я там Мне бы отдохнуть Еще Тихо Да я налево Да твою же Мать Да как Я отравлен Да как Нет 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 Это умерла Еще Капец Там был некроз Там какой-то статус Или там Отравление Было Из-за шипов Твою Налево Некроз На мне По ходам Отходим А Вот он Некрос На этом На маге Некротическая аура Охренеть Вот это фейлы Это прекрасно Вот она Сумка Гейла Отправляем Соколу Открываем Сумку Сумка Зашита Нитками Несколько Ярких Цветов Фиолетовая Против Часовой Стрелки Когда фиолетовая Нить Развязана Сумка Открывается Внутри Видны Письмо И флейта Правый Нижний Да Свиток Флейта А у меня Нет умения Музыкальный Инструмент Я хз Кто Кто вообще Играть Может Мне нужно Найти Человека Барда Да Шеду Все Она умерла Мы не можем Ее поднять Мне нужно Срочно В город Находить Барда Руины Забиваем Просто Нажми на Флейту Можно и так Играть Но Есть Такие Передаем А Это Флейта Которую Гейл Всегда Носил При себе Легкая Аура Маги Окутывает Ее Древнюю Деревянную Поверхность Попытаться Ставить Пальц Приготовиться Играть Так Давайте Сначала Ноты Посмотрим Еще Странница Пустая Но в каждом Из четырех Углов Есть по Одной Букве В левом Верхнем Углу Буква А В верхнем Правом Д В нижнем Правом Еще одна Д В нижнем Левом Е С правого Низа Надо играть Да То есть Право Низ Д В каком Порядке Ладно Приготовиться Играть Так Абцде Нам Нужно Д Потом Порядок Правый Низ Ситрикс Грид Очевидно Ребята Ну пожалуйста Давайте Не подсказывайте Пожалуйста Ну Это же РПГ Это же Квест Это же На изучение Я понимаю Что вы играли Вы может быть Смотрели Туда Сюда Ну Зачем Так Делать Ситрикс Конкретно Виндрандер ТБК Зачем Вы это Делаете Мне просто Интересно Напишите Какая Мотивация У вас Флейта Ждет Затая Дыхание Ну потом Просто Это приведет К тому Что вы будете Рассказывать Мне куда Идти Я буду Просто Делать Что вы Говорите Потому что Коллективный Разум Всегда Будет Правее Ну Мне придется Только Выбирать Куда Что из Вариантов Ваших Выбирать Но Просто Медленно Соображаешь Понятно Маст Спасибо А вот И бесенок Так Кхаш Или Траш Ну точно Не Си Кхаш Кажется Кхаш Да Вот здесь Я не помню Уже Успел Забыть Не Не Припоминаю Твоего Имени Ну Потому что Иногда Нужно Иногда Отвлекаюсь Плюс Память Не Очень Хорош Кхаш 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 Кажется Блин Отдать Письмо Блин А если мы сейчас свиток используем для того, чтобы поднять Свиток истинное воскрешение Чтобы поймать Поднять не Гейла, а Шедухар Неландовая по канону Гейл Вдохновение Одного приняли Завершено Случай гибели Мини квест Такой классный Прям Супер С ума сойти Как приятно снова быть живым Руки меня все еще Все еще не согрелись Так что с рукопожатием лучше подождать Но пока что Тебе что-то Самое Всегда пожалуйста Ульдизель Предупреждение Стандартная схема Если товарищ дает советы Ты говоришь, что так не надо Не бань сразу Говоришь, что без советов То есть советы Если я попрошу То уже будет Ну стандартная в общем схема Тогда уже будут товарищи А то Очень мне конечно не нравится Когда рассказывают, что нужно делать Без Без просьб Это прям Бесящая штука Всегда пожалуйста с возвращением Это очень портит для меня Прохождение Я так рад вернуться на прекрасный Фаерун Унылая обстановка плана мертвых Действует на души Совершенно удручающе Что ж Я полагаю У тебя ко мне будут вопросы Должен тебя предупредить Что разъяснить могу Весьма немного Прошу прощения Если это прозвучит Как неблагодарность Но есть тайны Которые в принципе Нельзя раскрывать Так Вернул тебя к жизни Может ты все-таки Отвечешь по крайней мере На пару вопросов Погнали Прошли Я полагаю Что после всего Чем я тебе обязан Приличие требует от меня Проявлять немного Откровенности Проявите откровенность Может я тебе скажу Задай мне один вопрос Я на него отвечу Так Что? Если смогу, конечно Так Что ты скрываешь? Проявите сказали Воскрешение зависит Многошество жизни Что скрываешь? Я опасен Не по собственному желанию Но в силу ошибки Которую я допустил В прошлом Ты второго уровня Мак С двух тысяч умер Она сделала меня опасным Даже после смерти Благодаря тебе я снова жив И за это я в долгу перед тобой Однако мы окружены опасностями И я могу погибнуть снова Если так случится Тебя придется оживить меня Так надо Ради многих Жизни многих Блин, он что-то чешет Так, ну мне, во-первых Надо чем-то заменить Shadow Heart Во-первых Во-первых Потом О, доспех Давай-ка конец хода Не по ходам И желательно не терять людей Потому что Учитывая тот режим Ой, воровский инструмент И щиток И длинный меч Вот ее инвентарь Она была Актрисой Раздели полностью Еще Почему Shadow Heart Не хочешь воскресить челлендж Не, у меня сейчас Я сейчас просто и не могу воскресить Насколько я понимаю Кажется А, не, подожди Я могу ее Свитком Не Возрождение Не истину воскресить Да ладно Могу что ли Да это Это шхалява Ребят Это шхалява Мы ее раздели Правда Ааа Блин Что происходит Нет Твою налево Ой, плохо Ой, плохо Я помню эту бой Мы его переигрывали Сто раз И я не пора ЁПРСТ Я попал Там народу Трындец Я помню А у меня еще без экипировки Shadow Heart Ладно Будет бафать с нас Я без Я без ячеек заклинаний А что делать А как мне Твою налево Сразу скорость Сто процентов Старен Бонусное действие Так, из-под тишкам Мне надо как-то Вот эту бочку взорвать Будет Когда они будут Подходить Беги форст Да куда я сбегусь Но Ты что-то несешь Я не могу назад Я упал сверху Блин, у меня еще главный герой Просто никакой Я не подготовился Я с этого сражения Ну я просто Сейчас меня расстреливают Просто По инициативе Я просаживаюсь Ну молодец Граулер поддержал ваш канал На 100 рублей И сообщает Позволить убить Раздеть Воскресить Столкнуть в яму В окружении врагов Да А вы, сударь Умеете создать ситуацию Дама в беде Отличный тамаган Цель не должна быть брони Оханеть Бахнул магический доспех Блин, мне еще нужно найти угол С которого я смогу проатаковать Ну сейчас начнется Блин, там до хрена Рывок Так Рывок Блин, бочку надо взорвать будет Бочка есть Один рядом с бочкой Хорошо Так, облазь-то нет Встойчивость Храбрость Что? Священное пламя Что у тебя по фокусам? Четыре фокуса Огненный заряд Но рановато Надо дождаться Когда эти сюда подойдут Лучник там может остаться Да? Просто она голая Ох ты ж, ежик Твою налево Не, надо бафать Что-то Встойчивость Эффектом заклинания Священное пламя Еще менее вероятно Преимущество При проверках Скрытность Наставления Проверка Характеристика Не то Двуличность Отвлечь внимание Противников Иллюзия Преимущество При бросках Атаки Давай Ставим иллюзию Сюда Хорошо Вроде проверку Не прошу Ну В смысле Норм Все Может подойти И попробовать Толкнуть У меня не получится Бегут Вот здесь Жесткий варвар Блин 32 хита Так Стоять Есть 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 Так Теперь Важно Нам попасть По этой бочке Я могу стрельнуть 100% Раз Что у нас там По бонусным действиям Фокусы не бонусны Нет Фокусы просто действия Что по заклинаниям Маслица еще есть Но это просто действия А бонусные что Бонусные я могу На самом деле А я могу Бросок сделать Не бросок Это тоже действия У меня только Две хилки Бонусные действия Пока рановато А это кто Физорный двойник Мне кажется Надо просто стрелять Ну а что еще делать А не Погоди Бочка с маслом Я же должен Я же должен Еще как-то Зажечь Что-то дело А у меня вообще Поджик есть У меня же Поджик Только в шедоу-хард Что по свиткам Шипастый клубень Едкий клубень Блин Может быть Сейчас и Позакидывать То есть Мне кажется Что они прорвутся Мне нужно туда Короче масло Видимо Нам закидывать Сюда еще Масло закидывать Чтоб они Возможно Остановились Здесь как-то Раз Кануть И селить Оружие Двойник Что у нас По предметам По поджиганиям Астарион У Астариона Есть Огненный снаряд Да Да Сейчас попробуем Астарионович Давай Это первый Очень важно Давай Прям сюда Погнали Бах Просто Лежать Лежать Этот умер У этого Два хита У этого Одиннадцать У этого Семь На На Просто На Отлично Так Хорошо Что у нас Бонусная Осталась Да Толкнусь Но ты пока На стене Пройдешь Да Я просто Отойду Ну я бы Пропил Бонусным действием Хилком Донат Стреляет Че Первый Пошел Второй Бонус На Действие Есть Два Давай Не 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 Промах Ай Плохо Бегай Так Что ты Нормально Нормально Выкручиваем Все Вообще Ой Там Такой Бабах Про Изошел Я бы Жахнул Его Конечно Фокус Снова С Начинать Чиков Движения Отсюда Как Блин Там Угла Нет Просто Ой Сама Подставилась Ой Дура Сейчас Мне Пробьют Ее Очень Ну раз Подставился Сам Дебила Кусок И От Побежал Может Добежать Добегает Не Не Добегает Так Ну Здесь Давай Миссилю Волшебную Стрелку Погнали Раз Два Три Все В одного Бам 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 Пятнашка Наша Как там Осталось Этой Дурой Ничего Не Осталось Пробивай Соколик На Да Выкрутились Просто Падаешь Без Заклинаний Голые Просто Это Шикарно Все Давайте Срочно Привал Делаем А Че Че Не Поднять Ты Свиток Нужен Видимо Снова Да Не Подожди Вроде Как Она Поднимается Просто Просто Действия Давай Поднимай Лё Вот Долгий Отдых Погнали Повесни Пожалуйста Почему Это Что Долг Начать Лично Играть А Ты Попробуй Без Сейвов На Максимал Сыграть То Ты Скорее Сего На Каких То Моментах Тоже Зафейлил Потому Что Я Не Знал Что Из Трупа Он Смердит И Ты Если Не Сходов То Все У Тебе И так Все Битое Короче Присмотри Все Естественно Потом Я Все равно Шатну Если Долька Будет Так Давай Во-первых Скинем Точнее Вернем Shadow Hard Вещи Что У нее У нее Щит Насколько Я помню Одежда Shadow Hard Зачем Я Одежда Стильные Сапоги Все Что Внизу Это Кажется Ее Так Или Иначе Было Почему А можно Несколько Предметов Выделить Кстати Ага Можно Но Как-то Странно Ага Вот так Можно Шип На Левый И Дать Что Shadow Hard Shadow Hard Shadow Hard Shadow Hard Так Щиток Булава Несчастная Сапоги Не знаю Шлемак Шлемак Вроде У нее Какой-то Был Шлемаки Так Надо Отдохнуть Как Минимум Такая Голенькая Бегает Прям Оу Зачем Я одежду Правильно Это чисто Косметика Я бы Я бы Ей Выдал Хотя Б Одну Бутылку И Здесь Тоже Сплетан Бутылки Играем Типа Без Пока Без Сейв Понимаете Поэтому Все Враган В бою Предметы По инвентарям Можно перемещать По персонажам Без траты Действия Там было написано Что действие Было Поэтому я Немножко Еле-еле Еды хватает Но полноценный Отдых Очень нужен Ты закрываешь Глаза Но впасть Привычный Транс Не удается Хотя обычно Это проще Чем сделать Ты вспоминаешь Дикий лес Доступный Лишь для Телки Сир Мир вокруг Дышит И цветет Сокол вспоминает Баварию Свою Огонь полыхает Перед твоим Внутренним взором А Дыхание дракона Личинка съеживается И пытается заползти Поглубже В череп Голова вот-вот лопнет Память поглощает разум Без достатка Нарушая транс Так Эльф Мудрый Мудрый Или я Не мудрый Ну хотя Выносливость Более-менее Изи Огонь угасает Иллюзия развеивается Ты вновь Посреди леса В тишине И покое Погрузившись В транс Ты дышишь Ровно И глубоко С паразитом Пора что-то делать Изгнать Или запечатать Все равно О, я еврейная Читая пропустил Последний сет Да я все отвлекаюсь Там Ситрикс Один совет Патчкорд Второй совет Помощники Пожалуйста Ну угомоните Переапин Ну там Что происходит Что происходит Невозможно Чат читать Так Полын берем Забираем Что есть Тут места НПС С которыми Можно поговорить Ну и мы Восстановились Кое-как Привет Славка Так И Ливаем Наверное Да Здесь лагеря Фух Ну это было Конечно Неожиданно Вообще Я не ожидал Что упаду Просто потому Что Эта Штука Она в прошлый раз Разрушилась Этот пол Когда мы Камень Довольно Серьезный Скинули Оказывается Оказывается Дубину Берем Все Смотрим Короткий лук 4.9 Но это стандартный Абсолютно Токсин Вот Огонь алхимика Есть Весьма неплохой От Токсинерс У нас Просто оружие На яд Он не будет Работать На мертвяков Но если Кому-то Замазку Оружия И давать То Ну астарионом Видимо Да И основному герою Если возможно Я пока не перегружен Но бардак Довольно серьезный Такой Так давайте Осматриваться Чернильница Бочка Прекрасно Взорвалась Короткий Лук Воровские Инструменты Обычный Яд Тоже Оружие Яд Но это Другого Типа Яд Так Подожди Можно Хотя бы Что-то Главному Герою Передать Спасибо Большая Большая Внимательно Темнота На зловещую мелодию Спрыгнул Бросится Утащил Улу Талонг За собой Улу Талонг Окей Течение заклинаний Благодаря глубоким Познаниям В искусственной магии Волшебники Могут не только Использовать Свитки Для створения Заклинаний Но изучать Новые заклинания Читая Свитки Ага Пылающие Руки То есть Мы можем А Но все равно Мы должны Будем его И за золотые Мы учим То есть Ты тратишь Деньги Для того Чтобы записать Заклинание В книгу И тогда Ты его Можешь После левелапа Использовать Ну Кстати Во втором Балдере Такая же Механика Была Так Изучаем Местность Возможности Аккуратненько Не затейливый Сундук Пустой Табличка Ты не можешь Распознать Язык символов На табличке Может Кто-то Из наших Может Какой-то Древний Текст Может Он Посвящен Какому-то Забытому Богу Не можем Распознать Так Скульчика Мисклик Гейлом Хочу проверить Ну а вдруг Нет Есть Сундук Мародеров Опа И Рычажок Прошли проверку Прошли проверку На внимательность Не помню Что мы сделали Реально Тут большое количество Еще книжечек На На прочтение Но это Я думаю Что конкретно Такие вещи Я Читать Не буду Непрекаянная Не Воздействовать Можно При жизни Служения Ее было Безупречно Каждый Свой День Она Полностью Посвящала Госпоже Утрат Освобождала От гнета Памяти Владыка Смерти Ладно Двигаемся Дальше Здесь опасные Сражения Будут С нежить Как вы Помните Несколько Причем Но Вот Конкретно Это Сражение Оно Еще Жестче Утрат Маги Могут Менять Книгу Заклинаний А Типа В одной Одни Свитки Заклинаний В другой Другие Я Смутно Эту Механику Помню Но Опять же Если мы С этим Столкнемся Дальше Тоже Зачем 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 Рассказывать Корд Или ты Имеешь Ввиду Что Чувствую Запах Гробницы Причем Не тронутый Так Надо Разобраться Так На самом Деле С ним Что У него Навыки Навыки Не то Заклинания Заклинания Фокуса Общий Волшебник 5 Ответное Действие Магическое Восстановление То есть Видимо Здесь Можно Вместо Вот этих Вот Пяти Стэш Закидывать И возможно Тут Еще Будет Книга Получить Больше Заклинаний Новые Заклинания Переписывая Свитки В обмен На Деньги Свиток Уничтожается Школа Магии Понадлежит Представить Стоит Дешевле У нас По-другому Он Специализируется Смотрим С ним Колечко Какое Срубили Скорее На Продажу Блин Опасно Бегать Всеми Тоже Опасно Надо Выбирать Соколика Хотя Б Два Прохода Тяжелые Дубовые Ворота Еще Тяжелые Дубовые Мне кажется Что Одни Из Этих Ворот Это Типа Основные Вскрыть Ну Давай Попробуем Инструменты У нас Есть Вскрываем Без Особых Проблем Да Это Проход К Сражению А Это Скорее Сего Выход Наружу Нет Еще Одна Комнатка Опа Ловушечка This place Is trapped Так Саперный набор Чтобы обезвреживать Ловушки Правой кнопкой мышки И обезвредить Пробуем У нас Только Один Саперный набор Че Стоит ли Тратить Давай Ка Группу Уберем Я Попробую Пройти Мимо Этой Ловушки Ну Один Саперный Набор Тратить На То Чтобы Открыть Еще Тут Ловушка Этих До Хрена Еще По Внимание Провалился Кнопку Вижу О Этот Ловушек Много Сейчас Кнопку Нажали Сундук С той стороны Саркофаг Здесь Еще Ловушка Каркуля Как же Стремно Да у меня нет Саперный Набор Тратится Ну По такой же Логике Как и Отмычки Да Саперный Набор Там Один Икс Был Саперном Наборе Заперто Не Открыть Остался Осталась Парочка Саркофагов О Здесь Посерьезней Монета Души Эти монеты Могут Питать Адские Движители А Это Для Той Адской О И Чужолая Броня Кольчужный Доспех Кстати Главному Герою Можно Взять Потому что У нас Специализация По Тяжелому Доспеху Жить Это Важно Класс Брони Можно Повысить Прямо Сразу Давить А Там Будет Помех При Проверках На Скрытность Да у У меня нет Скрытности А почему Броня Не Изменилась Почему Класс Броня Такой же Остался Что За Магия Такая Что За Магия Такая Класс Броня Тяжелая Легкая Средняя Сокол Умеет Может Это Сама Характеристика Тяжелой Броня Может Я привязан К каким-то Статам Подождите Ну потому Что Берешь А Ловкость Меня Бафает Да Черт Возьми Давай Вернемся Аккуратненько Я Если б Ходил Здесь Пачкает Наверняка Был Ловушку Ловушку Так Сундуки Взяли Идем Сейчас Все В инвиз Погребленные Песцы Снова Пылающие Ручки Ну помним Что Здесь Желательно Списцов Начать Вообще То Тяжелый Ключ Нашли С его Помощь Сможем Открыть Сундуки Ренс Тоже Блин Надо группу Разбить Реально Че ты Все Приказал Всем Пусть они Идут Туда А ты Через Ребят Ну проходите Сюда Проходите Пожалуйста Ты им дал Приказ Если разбиваешь Группу Они останавливаются Это минус Так Давай вызовем Фамильяра Какого-нибудь Практически Не важно Какого Укусы Мяуканье Крабстер Травление Заразные Ослепление Не факт Что вообще Работает Давай Крабик Поехали Так Кнопка Жму Что случилось Соколик Поднимается Уже Мертвец Поднимается Да Я понял Вас А где Главный А главный Прямо Передо Мною И он На карте Вижу Нет Я его Не вижу Еще врагов Не вижу Ладно Подходим Да Вот он Воин Попробуем Его Опутывающим Ударом Тогда Шансы Невелики Крит Промах На нам Михаил Здесь Справляться С этими Товарищами Что 13 Надо Просто Пыщ Сюда Пыщ Туда Погнали Раз Два Три Хита Не хватает Можем Оттолкнуть А вдруг Что Здесь Здесь Пытаемся В инвиз Не Получилось Да Не Понял А Это Из-под Тишка Атака То есть Мне Нужна Обычная Якобы Ладно Давай Попробуем Раз Не Получилось Что Поделать Но Тебе Будет Бить Право Через Видимо Фокус Огненный Окей И А что Там По нежите Вроде Было У тебя Нет Изгнание Нежити А действие Требуется Можно Заклинание Какое Нибудь Щит Веры Фокусы Недоступны Можем Подблочить Его Удара Там У нас Тоже Нет Из-за Отсутствующего Действия Правильно Да Щит Веры Че Бу Нет Крабстер Идет Танковать Смотрим На Них Сейчас Слепота Будет Вот эти Вот Все Слепота Концентрация Здесь тоже Слепота К сожалению Еще один Песец Справа Крабстер Протанковал Один удар Но на этом Все Мы полномочия Закончили Оп А тут Атака по возможности Удачно сработала Так Теперь Я бы Где он А я не вижу А нет Я вижу Он Сейчас Из-за Слепоты Совсем Ничего Сделать Не могу Мне бы Чувака Справа Я могу Здесь Забраться Давай Так Попробуем Что у меня Бонусные Действия Осталось Слепоты Не было И В общем Как-то так Или по этому Апут Еще Дистанционный Давай Позиция Выше Видите Бонус Сразу К точности В ловушке Хорошо Милишника Мы Получается Держим Здесь Есть Несколько Вариантов Наверное Да что Огненный Заряд Что по фокусам Простой Ледяной Луч Снизить Скорость Перемещения Зачем И давай Просто Волшебную Стрелу Хороший ДПС Такой Мокшотный Даже С ударом А раз У нас Есть Бонусные Действия То Пробуем Его И Подтолкнуть Да Немножко Не достал Окей Да я Не против В общем-то Еще Два Человека Ходят Не достаю Отсюда Достану Интересно Не достаю И Правого Тоже Не достаю Блин Блин Это Неудачно Получилось Привет Фешка Отлично Играем Соло Просто Замечательно Играем Соло А Бонусного Действия Нет Ладно Тогда Так Надо Добить Чувака Справа Тычки Попытаться Вот такой Отлично Ну и Сдвигаться Влево Этот Затянут Здесь Будет Отстреливаться Может Слепота На двоих Не знаю Немота Даже Аура Немоты Должен Стоять Мы по нему Кстати Можем Продолжать Мочить Абсолютно Спокойно В общем Это ячейка Заклинания Давай Просто Стрелять Можно Пронзающий Выстрел Сделать По нему 75 Промах Класс Просто Класс Жалко Не показывается Какой Позиции Ты Увидишь Противника Вот Я иду Сюда И вот Хрен его Знает Будет У нас Не Вообще Даже Не близко Надо Наверное Сначала Пытаться Типа Делать Заклинание Ну Масло Давай Тогда Он Сразу Упал Нужно Выстрел С под Тишка Да Где Да Как А Тебя Видит Потому Потому Что Ты Не можешь Из Под Тишка Ты Можешь Попробовать Спрятаться Не Прошел Проверку И Выстрел Обычный Я понял Тебя Не достаю Немота Выходим Из аура Немоты Появляется Возможность Бахнуть Бахаем Ровно Шесть Трон Наносим Прекрасно Просто Просто Прекрасно Остается Один Упырь Вообще Подчеркивание Темпла Поддержал Ваш канал На 200 Рублей Спасибо Фолл Там Плай 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 Пвф 75% Промах Я тут В ксенонавтах Вторых В 100% Промазал Давай Такое Да А Перед использованием Требуется Короткий отдых То есть Мы не можем Калечащие Ставить Да Спасибо Фолл Темплар Да Давайте Просто Фокусами Чтобы Не пришлось Отдыхать Маслица Еще Взрывается Шикарно Вот Тут Прячемся Подходим Потихоньку Да Можно не торопиться Not now Тоже Не обязательно Да пока он добежит У меня еще целый ход будет Магический оберег У бедолаги 9 хитов Что вы от него хотите Красиво Не хотят расставаться Со своими сокровищами Даже после смерти Говорит Соколик Ну просто Почти Ничего не Не Это самое Чистенькое 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 Заходим Здесь Саркофаг Сколько уловок Чтобы спрятаться С одной несчастной Трофеи Так Здесь разговор С мертвыми Я так и не использовал В прошлый раз Это заклинание Амулет Редкий Ухагиены Флакон с кислотой Бросит Взрывается На месте Урон 2.12 Давай амулет Главному герою Пока поставим С мертвыми Исследовать руины Квест Ля какой Кажется у этого персонажа Тоже он Как бы НПС У него ветка Отдельная По квестам Так он сказал И вот Стоишь ты Предо мной Все как всегда Вот что за странный Способ пробуждения Есть у меня К тебе Один вопрос Что стоит Жизнь Единая У смертных Лайф Так он сказал Что Немножечко Непростой вопрос Атаковать Из любопытства Более ничего Ответствуешь ли ты На мой вопрос Ответствуешь 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 Жень Ответствуешь ли ты На мой вопрос Прикинь Я ни разу не слышал Что так говорили Ответствуешь Блин Меня еще унизила Жена опять Ладно Давайте В мир грез Снова На игры Переключаемся Продолжаем деградировать Конечно Спрашивай Что ж Снова я Спрошу Что стоит Жизнь Единой Смерть Жизнь Неплохая валюта Всякая жизнь Бесценна Единственная жизнь Которая для меня Значима Моя собственная Всякая жизнь Бесценна Достоина Того Чтобы ради нее Пожертвовать всем Погнали Так в мир Приходит равновесие Когда воюют все Никто не победит Что ж Хорошо Я Удовлетворен Мы встретились Теперь я тебя Знаю Нам встреча Суждена опять В другое время И в достойном месте Прощай пока Давай, давай Пока Следовать руины Что у нас по квесту Кстати Уже Смотрите Найти лекарство Это основной квест Белокурный эльф Астарион Повстречали эльфа Паразитом Согласился Присоединиться Окей Волшебник Это Гейл В случае гибели Закрыли квест Дочь тьмы Шэдоухард Присоединилась Полуэльфика Бежать Завершено Следовать руины Завершено Спасти пленницу Элитидов Завершено Мы узнали Ахашдухард Все Никаких Больше у тебя Так, есть Слиток серебра Крыло Грязевого Мефита Устойчивость к яду И монетку души Собираемся На табличке На табличке написано Здесь лежит Хранитель могил Знание Несет искупление Пергаменты И костная мука По-прежнему Приятны Моим чувствам Возможно Возможно из-за того, что у меня история не прокачанная Ну в смысле нет навыка и я не прохожу проверку Ну хорошо Я вижу, как вы видите назад А, это выход в противоположном направлении Да, да, да Я помню Здесь был Тут книжечка Проверки Вот все Дверь закрыл Взял за собой Слыш Подходим всеми остальными Группируемся Подходим всеми остальными Берем Книгу Мертвых богов Книга намного легче Чем можно было предположить Учитывая массивный Замок Магия Сил Давай магия Поискать магическую руну 15 Добавляем бонус Не прошли Повторный бросок Вдохновения Используем 20 Хорошо Открываем Замок открывается Из книги выпадает вырванная страница Она прямо пульсирует магию Наверх можно вернуться, конечно Что когда-то было с встроенными записями Превратилось в набор каракулей Тебе кажется, что это некий список имен Но чьих По религии проверка Десяткам Блин, опять 25 Не хочу тратить броски, если честно Ну ладно, последний разок Возможно опыта дадут Боги Это имена богов Когда-то потерянные, но восстановленные после второго раскола Видите, как 1-4 бросок тоже Расследований нет В этой книге записаны целые пантеоны божеств Погибавшие и возрождающиеся снова Мудрец, секреты раскола Вдохновение мы получили в результате И опыт получили дополнительно Действительно До третьего уровня осталось всего ничего Открываем таинственный сундук Осматриваем оставшиеся вещи Находим монету души Черепа, кости Возможно, что-то пригодится на крафт Ну, а тут Какой-то разлом И дальше не пройти Вдохновение, насколько я понял Это заряды, которые тебе даются В случае успешных действий Ты их можешь потратить На как раз дополнительный ролл Дополнительные проверки Так, ну я бы вышел С альтернативного места Здесь тупик Очень красиво Хотя пещерка довольно Такая прозаическая Но все равно Приятно Забираемся наверх Ну и оказываемся На поверхности Вот на В этом У входа В часовню Которую мы не могли К сожалению Открыть Может быть и могли Но я не открыл Проходим мимо опять Холмика Но лопаты у меня как не было Так и нет Можно попробовать Раскидаться немножечко Или отдохнуть легко Есть ли у нас потребность В отдыхе Тут одна ячейка Тут одна ячейка Тут пусто Давайте Заклинание Восполняется только Только после Серьезного отдыха Кажется есть выход Здесь альтернативный Давайте попробуем Вот я провалился сюда Неожиданно А эта штука Упала Сама Как такое Вообще возможно Гриб Драконьего яйца Гриб Гриб Так Зелье лечения Соли Зонтика Воровского И суспензия Тростника Ага То есть Тростник Собираем Хилка Получаем Зелье Лечения Мысли Хоть сейчас Сделаем Чтение Мыслей Эликсиры Сосредоточения Устойчивости К огню Огонь Алхимика Я хотя бы так Обзорненько Обзорненько Посмотрю Сенсей Зала Побежали Вроде знает О смене перцев Джаггернаут Тоже негодует Мне говори Блин Опять Попа Сейчас Разгорел Джаггернаут Улетит Объяснение Простое Мне говорили Что Само присутствие Персонажей Рядом Влияет На На броски Ну типа Если ты группу Вместе собрал Так что за дверь Приглушенный голос Это ты Там все в порядке Опа Мы даже не заходили Кажется сюда С Беспа Эм Так Обман Блин Давай Отойдем сначала Возьмем Человека Сокола С обманом Обманерс Блин Там харизма Нужна Твою Налева Там харизма Хорошо Еле-еле Выкинули Я же говорил Ему Что там опасно Ты давай Заходи А я пока Бинты Поищу Ха-ха Облапошили Так Тут один человек Мы кажется Не заходили Или заходили сюда Я не помню Что мы сюда заходили А мы вышли Из этой двери То есть Ааа Это у нас Да Это у нас Из подземелья То есть Вот она дверь Окей Да-да-да Я помню этого чувака А мы вот отсюда Заходили К ним И убивали Да-да-да-да Все нормально Так Ааа И он будет ходить Да Сразу же Кто он Кто он Так не хочется Опутывающий удар На него тратить Если честно А давай Не будем экономить Понятно Ааа Врасплох захвачен То есть Он не сможет В любом случае Давай ледяной луч Как он здесь ХЗ Что статус есть? Есть Статус ледяной луч Замедление скорости Перемещение На 3 метра Окей А мы не сможем Прямо перед его Лицом Спрятаться Нет? Нет И не могу стрелять Соответственно Надо Обычный выстрел На 42 Точность Капец Как говорится Пец Как говорится Пец Давайте Ставим Под Щетвер На себя Может и не надо Было заклинание Тратить У нас дофига еще Возможностей Только сейчас бы ходило После этого хода Хорошо Ключ бандита Кожаный доспех Факел Короткий меч Осматриваемся Какая-то табличка здесь Табличка покрыта Нечитаемым Древним текстом Много еды Поможет нам На привале Ну какие-то вещи Давайте Сушеная колбаса Сыр Сумка с припасами Даже Когда мы последний раз Отдыхали У нас было там Типа 82 единицы Что ли А где БСП У нас Дизбант Мы решили Пока соло Поиграть Слушайте А может быть Свечка Это способ Зажечь Если у тебя Заклинания не будет Ты берешь Свечку Кидаешь Как-то я не подумал Об этом Ну она же горит У тебя в инвентаре Хороший вопрос Горит Недогоревшая свеча Мне кажется Она Так нет Подожди Мне кажется Было бы неплохо Каждому персонажу По свечке Раздать Мир ваш Суммарного Достатка Да Граулер Я Я ощущаю Стопочка Кник На свечи Воздействовать Можно Видимо Дверь Открывается Либо через Рычаг Либо через А может быть Его ключ Кстати Открывал бы Левую дверь Ну а тут Да Тут мы Уже были А не Погоди Я вот сюда Не заходил Эта комната Точно была Во-первых Она тупиковая Я ее не помню Что такое Книга Последнего Издыхания Опять О книге Начну Страница За страницей Густо Испешно Чем-то Неразборчивым Почерком Судя по Немногим Фразам Которые Удается Прочитать Список Последних Слов Умерших Ты мне Свет Загораживаешь Загораживаешь Крайне Странно Место Такое Только Васки Есть И все Древний Свиток Остатки Записей О древнем На ритуале Запечатывание Подношение Смерти Сущности Бога Нашего Беру Барахло Пока Помещается И Видимо Мы Покидаем Это Место Все Выжили Все Выжили Пока Что Далее Если смотреть По карте Есть Выход Вроде Как Куда-то Сюда Первую Небольшую Локацию За исключением Берега На старте Оттуда Наверняка Можно было Как-то Спух Хотя Не факт Мы Исследовали Сейчас Я бы хотел Вот В это Крыло Подняться Сюда Как Туда Не попасть Как Не попасть Толёт Вам Не свалиться Привет Пашкин У нас Тут Не совсем Dream Team Конечно Но Знакомимся С Разными Классами Опа Так Лезель Группу Разбиваем Пойду-ка Я Shadowheart Здесь Нашу Лезель Можно Освободить Добрый день Молодые люди Как у вас Продвигается Зору Был прав Желда Как жаба Только Еще Уродливее Эта дрянь Опасна Пусть ее Гоблины Прикончат А если она Сбежит Как ты Тогда Опа Мы Не одни Огненный Взгляд Пленницы Вызывает Глухую Боль В твоем Черепе Ее губы Не шевелятся Но голос Слышится Ясно Избавься От них Так Так Эта тварь Опасна Бегом Отсюда Ну давайте Попробуем Десятка Харизма Минус Смарный Бонус Но выкидываем Она права Пойдем Лучше Проверим Что там Было За взрыв Взрыв Ты не Слышала Лагерь Аж Содрогнулся Мы Пошли Туда Посмотреть Убеждение Мне нужен Врачеватель Это Ваш Лагерь Пятерка Хорошо Четверка Нехорошо Ладно Давай Попробуем Еще разок Добавляем Наставление Бонус Добавляем Добавляем Двадцатка Изявы К северо-западу Найди там Нети Она любую рану Исцелит Даже самую страшную И смотри Осторожно Тут повсюду Гоблинские ловушки Не Месса Пойдем Хватит Таращиться Спусти меня А волшебное слово Какое еще волшебное слово Никогда Говорит Нево Нево Ну и сиди там Так Короткий лук Собираем Так Непрочное дно Я вижу Здесь Соответственно Соколик Может подойти Соколик Может Выстрелить Я полагаю Так И еще разок Соколик Немножко не хватило Оп Так Паразит еще Не все твои мозги Перемешал в каше Многообещающе Но чем дольше мы медлим Тем больше он Он сжирает Мой народ Знаком с лекарством Вот этой болезни Я должна найти Ясли Ты пойдешь со мной Берегись Она явно расценивает Твою доброту Как проявление слабости Не позволяй Манипулировать Того Оно очень дерзкое Конечно Не спасибо Не пожалуйста Освободили Спасли Помогли Плевать От жаба Ясли Что это такое Это сразу многое Инкубатор Учебный лагерь Приют Устав Гитьянки Четко говорит Будучи инфицированной Личинкой Кхайка Мы обязаны Обратиться К густителю Для очищения Может ты Хотя бы спасибо Скажешь Реально Ты предложил Виверне Поклониться Червям Я предлагаю Селение Это сойдет За благодарность Иди Своей дорогой Дура Ты хочешь Принести себя В жертву К хайкам Какое Нудное Убожество От своего Презрения Можешь Оставить при себе Свой ответ Я тебе дал А? Не цыкай мне тут На Она просто Унижена Иди Своей дорогой Даже в лагерь Тебя не пошлю Цыкай Это нам не тут А? Если серьезно У меня на первую позицию На 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 Вручаю Припасена Позитивная Горячая Варварш Так что Я знаю От чего Отказываюсь И почему Проверь Только Аккуратно Так А что У нас По опыту Мы не дотянулись Далеко Еще до Третьего Хотя В чем Главный Герой У меня Соколик Возможно Кстати Его низкая Инта Приводит К тому Что Он учится Плохо Да Здесь Будет Сражение Помните Давайте попробуем Подкраситься Кродется А можно Повременить И не лезть Пока что Сходить На А Шикарный Вист тут Открывается Смотрите Игра Конечно Очень Такая Сказочная Сказочная Меня Удивил Один из Комментариев То ли Сегодня То ли Вчера Кто-то Говорит Слишком Она Цветастая Игра Цветастая Слишком Как бы Фэнтезийный Мир Ады Просто Она и должна Быть сказочной Просто Сказочной Ну и яркой И мрачной И всякой Главное Чтобы это было Как будто Ты Не знаю Ребенок И тебе сказку Читает Чтобы все было Очень эффектно Что ли Так Взяли окрестности Изумрудной рощи Но я уверен Что нас ждут И мрачня Мрачнючие Подземелья И так далее И так далее Забрался бы На верхотуру Здесь будет Преимущество По По высоте Аккуратненько Крадемся Ага Откройте ворота Не откроем Приказ Зевлора На нас Гоблины Вот-вот Нолетят В чем дело У нас На хвосте Гоблин Открывай ворота Зевлор Живо Вы привели Гоблина сюда А где Друид Да твою Налево Что за разговоры Некогда Болтать Говорю Открывая Ворота Адова Сера Открыть Ворота Как же до тебя Долго Доходит А мужик А там уже На изготовочку Пошли Приехали Именно поэтому Механизм Который Открывает Ворота Как правило В крепостях Находится За стеной За стеной Твою мать Все в строй Опа Оу Уил Я посмотрел Кстати Он чародей Вроде как Ну что ж Раз вы Опа Хадыш Готовься Его отведать Так Ну мы Прям 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 В лучниках Стоим Там толпень Внутри Надо подумать Что у нас там По массовой Атаке Это наверное Просто У сокола Нужно Бам Бам Спрятались Отлично Выстрелы С подтишка Сразу Бах На На Хэт Как говорится Шот Нет 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 Сюда Проходи Ну Да начнется Битва Бах Хромота Сромота Разведчики Занять высоты Налетчики В атаку А разведчики То уже заняли Место Где Которые Уже Занято Мной Ха Держитесь Пацаны Я иду Зев Лорд Наверху Поддержка Временное Здоровье Всем Восьмерочка Пошла И сверху Выстрелом Пронизывающим Бах Серпом Мечом Так он Социалист Молот Выдадим И будет Полный Комплект Ай В спину Попал Так Здесь Я хотел Массово Бахнуть Но Что-то Не вижу Уже Все Разбежались Ничего Непонятно Да С муглого Д'Артаньян Можно нанять Он как раз Чародей И я Я играл За чародеев Прошлый раз Он хорош тем Что у него Заклинание Помощнее Выбор Поменьше Заклинаний Но в целом Фокусы Хорошие То есть он Поплотнее Чем маг И при этом Не знаю Нравится Нравится Ну Уилла Давай может Все-таки Опутывающий Удар Пока что На кого Гоблин Буряк Давай Буряга Че помеха Почему помеха Че помеха Помеха Че это помеха Никакой помехи нет Позиция Выше стрельба Можно Посмотреть Ладно Погнали В ловушечку Пожалуйста Дальше На арену Цирка Выходит Маг Так А как мне лучника Таким У лучника Этого убивать Ну давай Ладно Потихонечку Чтобы его скинуть У нас Бонусное действие Мы можем Оттолкнуть Маловероятно Ай Не хватило Видите Дистанции Чтобы он упал И получил урон Ну этот Из ловушки Выходит Скидывает Что Чем Что происходит Что А Там Масло Блин Я прям На масло Бежал Вот я дурак Я не увидел Масло Так Что у нас Можно этого добить Мы пробуем Опять же Из потешка Выстрел Да Линии то нет Я могу Я вообще ни по кому Не достаю В смысле Ни по кому Вообще не вижу Трындец Блин Надо рисковать Все равно Не могу Ну а как Давай сюда Ладно Че делать Давайте Ребят Я стараюсь Вы тоже Не подведите Пожалуйста Лучника Добило Молодец Припечатали Ремеру Тоже шатнули И так много Осталось Всего трое А Гоблин и шейка Ж еще и здесь Че мы делаем Что мы делаем У нас только ловушка В смысле Фокусы Остались Да Игнис Игнис А прыжок бонусный Давай прыжок Ну как-то сюда Чтобы Не ходить По Этому Чтобы быть поближе 56 Блин Давай еще Поближе Да у него там Два хита Надо добивать Хорош Барт не лечит А лечится Молодец Я больше всего Переживаю За подругу Справа Вряд ли Там что-то критичное Ну типа мы Мы можем ее терять Я уверен Но Тут тоже Спрыгиваем аккуратно Чтобы не попасться Снова нам Пытаемся добиться Угу Да ну с нафиг, вы что? 75 он мажет. Какие 25? Ой, хорошо, она выживет. По крайней мере, этот ход переживет тоже. Ну, ребят, тут осталось-то всего ничего. Ты кого бьешь? Уилл, что это было? Уилл ударил Бартом, мне показалось или нет? Уилл ударил Бартом, мне показалось. Да, его оба бьют. А за что Барда бьют? да уил использовать импровизированное оружие ближнего боя на барда на борта ну может быть это личную давайте попробуем добиться маловероятно есть правда нам опыт не дают завод исход не недодобитых чуваков вот барду били лег для какой набили и это был последний а теперь все внутрь пока еще не набежали откройте ворота так подождите какое какое внутрь если у нас тут куча просто куча лута ритуальный посох паутина и гранату можно сделать из гопинский лук 4 9 кстати он уже лучше чем у кого-то там лука нет кажется у гейла как раз ему не особо нужен он почему-то не они красные почему-то я не могу а я не могу лутать тех кого не убил это приводит к тому что меня за кражу привлекут очень странно на ведь сим барта кажется это была частная собственность следующий раз действие благоразумней извините пожалуйста извините так тут есть перчатки силой а при нанесении удара ближний бою шанс наложить штраф 1 3 броском атаки с питанием лобки струб плюс 1 ближнем бою можно shadow hard конечно отдать я пока не знаю какой у нас будет состав мы хорошо сейчас примеряемся выбираем смотрим кто что как че умеет заходим вот и здесь в когда мы с без мы проходили я очень конечно мало всего не плохо осматривался короче говоря давайте посмотрим не буду проходить дальше для начала кто-то за это ответит на кто-то абсолютно точно он не дышит целителя приведет целителя а мне слишком поздно он мертв он был так молод и так рогат так ты должна отомстить пролей кровь гоблинов мне очень жаль все случилось так быстро ты должна отомстить они перебьют нас если мы идем мы ничего не можем сделать они убивают нас прямо сейчас да она гашеная какая-то среди кто-то за это заплат заплат поплатиться арка нет стоит ты чего вообще ну успокойся ой кого-то сейчас будут мочить арка арка следи за собой сама за собой следи хорошо ты успела прорваться внутрь хотя боюсь очень скоро тут станет опасно надо ждать нового нападения гоблины они же не успел прочитать с этой позиции можно от орды гоблинов отбиться можно может оно и так но мы не бойцы прорвутся внутрь будет резня тем скорее мы двинемся во врата балдура тем лучше сколько сюда города по свободной дороге дней 10 пути но пока тут кишат гоблины считай это на другом конце света у них деревне там человек 50 просто целая армия берешь лутаешь пушки и все улыбаешься когда они тут сидит с вещами какими-то все тихо пока что а ты кто такая ну ладно деревянные ящики надо это место я помню помню что тут ничего толкового мы не это самое пока тырить я ничего не буду слишком слишком серьезный риск пойдем в эту сторону да хотя тут вообще контента миллион то есть любым персонажем говоришь можно например с белочкой поговорить у меня был разговор животными там белка пасет а тут ассасин тут убийца будет кажется внимательно опа захватили враспохерс может имеет смысл в таких ситуациях да как а я не могу открывать мы что да не то ты делаешь михаил у тебя выстрел обычные что ты делаешь ромок да он типа имеет смысл запрыгивать на какие-то вещи надеюсь мне хватит оп и сверху не буду тратить пронзающий выстрел давай обычным всего бах десяточка на нам он за мы его застали врасплох поэтому он не действует сейчас видимо просто прикрываем это спасаем подругам сейчас у нас по полноценный ход есть только надо попытаться все же спрятаться не спрятались он плотный этот пес и он будет ходить уже будет паразит а где-то к по возможности один хит оставили еще пушку ядом мажет лишь какой хитрый ах ты смотри-ка ребят давайте там осталось тычка всего да осталось тычка говорю вот чё с белочкой белочкой постоянно разговариваем уровень два уровня даже так лутаем бакбера общаемся с этой подругой у него моргенштерн был да действительно обычный яд у него был поговори чувство времени у тебя идеально боец измене кудышный с багбером мне бы точно не справились но ты здесь не для того чтобы подвиги совершать верно от тебя за милю воняет а верно позволь я угадаю тебе прислала хозяйка девалицию велел забрать у меня монету души не выйдет я честно ее заработал помню ее можно обмануть монета хозяйка ничего не понимаю проломил бы тебе черепа вся твоя благодарность давай ой спасибо тебе гроза багбера ты будешь вечно жить моей памяти как же иди передай привет своей злобной ирине а меня оставь покое так запугивание погнали сейчас мы сразу заставим ее на на иди сюда с учетом того что осталось от бедного багбера ну ладно честный обмен возьми пусть эта душа отправляется ватт где и место монета души как следует из названия скрывает внутри себя души у смертного о 9 преисподних это ценная валюта нам подсказала in the так все уровень получили друзьям благодаря выполнению этого квеста я бы отправился клавы лапом и так главный герой у нас рейнджер он он специалист по стрельбе по животным выбранный подкласс повелитель зверей бестмастер надо выбрать бестмастер сумрачный охотник или охотникова так но есть еще заклинание дружба с животными крепкая не сломается исцеление ран облако тумана вкусные ягоды разговор есть там как раз белочка рядом наверное возьму белочку поговорить потому что это квесты интересные интересные так и надо выбрать подкласс один из трех охотники в исследовании самую опасную дорогу в деревне успеха уничтожают и что выбираешь охотника тут вообще ничего нет а сумрачный охотник особенности подкласса вы приучаетесь устранить противника быстро без жалости на плюс 3 к инициативе на первом ходу скорость примещения 3 метра хорошо о может провести атаку дополнительно чаще 18 урона круто и ночное зрение и действие за бонус надеюсь но короче он превращается вот во второго лучника это рейнджер но который атакует из из это самое из темноты а без мастер что зверь-спутник который будет сопровождать вас путешествиях сравниться блин так сочненько конечно а появляется жертва охотника слева под класс убийца колоссов один раз заход ваш атак оружием наносит дополнительно 18 урона если запас цели ниже максимума победитель великанов если на вас напала крупное существо или еще больше можете применить ответное действие чтобы выполнить атаку ближнего боя понятным не сокрушитель орд пассивочка цель вы но это все мили кроме первого один поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает так шутки за 3 давай охотник и так себастьян охотника так себастьян что-то я не не понял но я сумочного охотника возьму потому что здесь инициатива топ скорость перемещения топ особенно хардкоре и доп атака на 18 тоже выглядит классно плюс мы превращаемся еще в этого мастера засад то есть бонусное действие это крит и скрытности бла-бла-бла а есть еще темный покров код в тени чтобы обрести невидимость а значит нужно искать тени нам нужно избавиться тогда от предыдущего слуну у меня как раз вакантные люди да я сюда и хотел выйти на самом деле повелитель зверей интересно все интересно ну понимаете это вот варианты раскачки пыль взялись так а мне нужно еще а как затаиться cd я как затаиться через через бесплатное действие можно такие нет можно значит хатки но мы меняем просто берем и остариона видимо да он у нас плут другого класса рейнджер да ну смысле не не рейнджер а плут но по сути соколик так давайте до долгого отдыха я разговоры животными рублю просто будет работать шадухард повышаем уровень это у нас типа саппорт танк сложно сказать жрец короче говоря подросла по хп появились заклинание второго уровня заклинание домена обмана чтобы это не значило стало чуть плотнее надо сокола ей не не добраться капец подготовки конечно подготовленные заклинания выбраны а где новые помощь и стрелить союзников увеличить максимум очков здоровья на 5 слепота спокойствием выражение испугу сильные характеристики наложить магическое усиление на союзник он получит преимущество при проверку избранной характеристики паралич вообще классная тема как мы помните с бсп вчера сражались если концентрация работает хотя для нее вроде как это не очень хорошо потому что для мага хорошо паралич гуманоида для мага с какими-то щитами мир имиджами что ты человека фактически обездвиживаешь и плюс если это вплотную к нему ты начинаешь его атаковать там гарантированные криты хорошо с варваршей сочетаются у нее как раз там дополнительная атака открыта дополнительная атака после убийства врага то есть вот с паралич гуманоида хорошо с карлах сочетаться будет ниши восстановление исцели существует болезнь отравление правильный час ли потом блин саппорт саппорт молебен а на яйца заклинания открытые ячейки заклинания первого круга и второго все они у меня все будет за доступны получается да и заклинание домена а это какие-то которые у нас всегда есть получается зеркальное отражение мир имидж иллюзорные двойники и каждый двойник повышает ваш а вышаешь повышает класс брони еще на троек бесследный шаг призвать в уальте неишь тишины спутника поблизости проверкам скрытности хорошо да все хорошо вообще знаю только применяя это все дело да у нее просто вы встретите что не творится бери бери и делай просто ограничен по ячейкам по заклинаниям а так она вообще молодец ну давай старе он чик-то ориентировочно с 1 под нож отправишься потому что ты фактически дублируешь нашего основного мистический трикстер получены два фокуса два заклинания ё-моё два подкласса вор быстрые пальцы топ действия порточник стоящую скорую отпадения трикстеру в сторону заклинаний получается ассасин что утонченно с одним противником за раз и подготовленным противником те преимущества броска против участка не сделали своего хода то есть инициатива высокая тебя будет преимущество покушение засад любой успешный бросок атаки против захочена врасплох критом сразу я очень боюсь просто в пати брать ассасина потому что одно неверное движение человека нет то есть это сложный плане механики персонаж возьму-ка я вора самый базовый ну он может пригодится сейчас мне в городе вот а что касается гейла на четвертого и на третьем уровне у него новые чеки заклинаний скорее всего до особенности класса просто жесть какая вы посмотрите ну там с десяток заклинаний второго уровня открылись безумие ночное зрение тьма обнаружение мыслей читать мысли во время кислотная стрела хороший урон волшебное оружие бонус плюс один вот паралич гуманоида я бы ему взял была еще сфера объектом поблизости противника может перемещать сферы спускать я с яркий свет интересно эти посом он уменьшение увеличение увеличить меньше кого-то результат влияет на урон на и мы оружием проверки на испытание силы капец ослабляющий луч только половину урона атакам паутина замедляет опутывает попавших тоже контроль разбивающий звук и паутинку проверим масло паутина он как бы на контроль у нас получается товарищ 6 вариативность вообще безумные то есть вы а этой мы еще не дошли до каких-нибудь мультиклассов здесь же мультиклассы есть как и в старом балдрус гейте отыгрыш может быть какой угодно просто кое-как подняли уровень прикинули что от астариона будем избавляться сделали сокола еще более опасного товарища он теперь может разговаривать с животными пойдет ловить белочку иди сюда веточка ее зовут ой с медведем сам медведь-друид скорее всего веточка иди сюда обел ой какой хороший вот ради вот таких вот мелких диалогиков можно брать разговоры с животными сокол и белка уйди белка кидается к твоей ноге и вонзайте мне зубами эй 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 ловкость пнуть ее оп нет 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 я что я сделал блин нет я прошел проверку ты одерживаешь победу над белкой нет так толком не понять за что вы драли подождите я хотел ее от оттуда блин белочка белочка охренеть но она ладно друзья она сама напала алё белка смерть ветра на третьего уровня было от ребят ну я я согласен что я не прав я согласен что я не прав но я-то толкнуть я недавно не думал что она умрет и так бы конечно с ней поговорил убедил бы ее что я друг я же взял диалог с с животными они он смотрите внизу друиды там готовятся фига да там не было понятно что она гуфнется сразу вы чё может быть она бешеная кстати а у нас и личинка внутри еще не хватало тут дети болван а что нам было делать подыхать ты их прямо к нам привел да еще и позволил схватить друида рехнуться можно так добрый вечер так следопыт я я видал я более кровавые бои считаете вам повезло а ты что за хрена с бугра язык придержи он спас твою жалкую шкуру а я чё просил меня спасать да ладно кто умолял меня открыть ворота что угодно лишь бы шкуру свою сберечь трус еще ты сделаешь проницательность мудрость у человека дергается глаз он вот-вот полезет дракон в маш ему в маш так запугивание убеждения запугивание нести удар человеку ударить тифлинга дар нести удар человеку обоих короче мочим десяточка так себя что-то не удается на на человек в доспехах с лязгом валится на на землю без сознания довольно гоблины нашли нас не не сомневаюсь эти твари еще вернутся надо собирать вещи уходить прямо сейчас так ну чё лутаем его пни его ногой ага сперва меня чуть гоблины не прикончили поэтому потом эта сука рогатая мне сцены катает тошнит меня от этой дыры ну и чё ты сделаешь расплачешься убежишь так я столько диалогу в первое прохождение пропустил просто просто давайте с зевлором поговорим может нам лучше было остаться в элтур что ж этот вопрос мы уладили спасибо тебе за помощь меня зовут зевлор зевлор я сокол приятно познакомиться должен предупредить гостям в этой рощи больше не рады повторяю не рады не знаю зачем ты здесь не советую решать свои дела побыстрее друиды скоро выгонят всех набег гоблинов только прибавит им решимости граулер поддержал в ой граулер на 100 рублей да не да нет я я начинаю понимать почему я добрый ходит строем и слушаются тебя просто грамотное общение без насилия почему они хотят вас выгнать на рощу несколько раз нападали разные твари друиды винят нас чужеземцы в том что мы их сюда привели они больше не рады гостям они затеяли обряд который отрежет рощу от всего мира оставаться нам тут не позволят но снаружи мы все равно погибнем мы же не бойцы это обряд что никак нельзя убедить друидов его прекратить этот обряд я пытался но кога как это теперь первый друид отказывается со мной говорить ты другое дело я знаю тебя это вообще не касается но она перед тобой в долгу за спасение рощи может тебе удастся ее вразумить пусть хоть даст нам больше времени на сборы я попробую что-то сделать одобрять астарион не одобряй там вообще забей мы будем большому долгу перед тобой если нас выгонят отсюда мы до города мы уже не дойдем друидов ты найдешь в центре рощи прошу тебя постараюсь их вразумить пока не прилазь кровь more lives are lost more lives are lost так я захожу в каменный зал из город торговцы меня заботит наше будущее чтобы мы выжили нет тебя заботит только твой дурацкий наставник возьми слова обратно немедленно так арон беженцы искатели сокровищ мы годами не видели чужаков а тут нахлынули все разом рад знакомствую совсем что помог отбить гоблинов это было очень смело могу ли чем-то быть тебе полезным если да то поторопись обряд скоро будет завершён так мне нужен целитель чем-то торгуешь мелочевкой которая мне самому без надобности ё-моё мелочевка ё-моё рублей и сообщает привет чатик это трис посоветуйте пожалуйста право нужно ребра подлечить звездочка помогите звездочка трис вообще кого угодно ушатает смотрите есть перчатки за 500 а мы у нас все мы продадим и будет и у нас есть деньги ловли снарядов вы можете перехватывать снаряда дистанционных атак оружием снижая их урон на 1d10 пришла модификатор ловкости я бы главному герою взял такие перчаточки чтобы проще было перестреливаться с врагами есть набор красок есть доспехи меньше режущего урона испытание проверки ловкость меньше дробящего урона испытание ловкость танцующий ну топовые это перчатки на самом деле я бы скинул во первых как там с каким alt shift двойной клик я простое оружие скидываю не менее простые доспехи какие-нибудь обращаешь вроде тоже не нужны тяжелую броньку пока оставлю щит простенький чашки-ложки чем кажется и камни тоже можно скидывать не особо боясь что они мало хит они кажется не участвуют в в крафте стеклянные кубки вот все 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 это дело кружки тарелки а харизма влияет нас на цены мне с харизмой конечно беда наставить себя да я понял скорее всего харизма 10 харизма 8 харизма 12 то есть гейла скидывать дам гейлу скидывать ну давай так так что ли наверное вот так наверное сделать я не зафиксировал цены вдруг там незначительная разница о чем торгуешь скидываем гоблинские лучки наверно тоже можно было выделять спокойно все чтобы не тратить время на такой клик 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 пилом и амулеты такие сики факел один бы оставил доспех да слитки серебра ониксы продаем чашки золотые чашки золотые 400 можете стоя до заморачиваться таким образом за барда классно играть да если у тебя и инвентарь ты можешь взять человека у тебя огромный инвентарь и при этом харизма высокая со старта просто сразу же можно хорошо кажется перья могут пригодиться где-то хрен его знает где так 400 то есть перчаточки сразу на стол почти то что собрали щит с колючками из 2 класс брони посмотреть она ерунда какая-то клубень уравновешиваем меняем так далее просто сокращение входящего рейнджового урона для главного героя может быть не для него потому что он скрытности not кто у меня кто у меня кроме может вообще могу передать а они там нужен модификатор ловкости шаду хард уже будет не очень модификатор ловкости как там будет плюс модификатор ловкости типа троечка до 1 до 10 плюс 3 сокращение урона это перчатки вообще фактически полностью от стандартных ранжовых атак на этом на этапе спасают то есть у вас средний ролл условно 45 добавляет стройка сверху и кто здесь наносит с ранжовых атак но с выстрелов арбалетных каких-то там больше восьмерки это очень круто очень очень круто ну ладно ставим у главного героя опять же соколик будет можно с голодными этими поговорить с животными но не можем мы просто взять и уйти они же наши я не хочу жертвовать нашими жизнями ради буду и в нашем будущем родите к нам кому все равно не выжить надо уходить во врата балдура немедленно давайте мы немного выдохнем очень вас прошу какой урок в клинках из заклинаниях если мы не умеем пользоваться нам надо остаться здесь нет совсем бойцов мы не можем мы можем помочь или орать погромче это мы тоже можем так следопыт город куда опаснее любых диких пустош оставайтесь да ну это чем же на улице грязно в тавернах все дорого готов рискнуть город никуда не денется я остаюсь мы тут нужнее зугран зурган ладно остаемся если выживем будет о чем рассказать надеюсь спасибо ролан ой столько столько ну переживают переживают это роща смертельная ловушка никакой не убежище надо уходить пока есть возможность сейчас с твоими опа читаем разговор голодный волк уходи я хочу поесть так я мог помочь тебе странный волк скучающий странный голодный а это ты ко мне обращаешься простому валу как странно так маги что-то с этим валом не так что именно десятка до наставление прибавляем что-то тут не ладно это создание явно не то чем кажется проверки на ловкость не они не будем помогать как белки ты не то чем кажется на первый взгляд можешь объяснить чем дело нет ты не потянешь убеждение запугивания обман с кем я убеждение обман хватит обман что же кто-то говорил мне что тифкинги собрались забить тебя на мясо так что свою тайну ты унесешь в котел харизма минус двадцатка есть пусть только попробуют скажу тебе вот что я собираюсь во врата балдура с этими бедолагами или без них как а еще и я больше не скажу ни слова поверь я совершенно серьезно ничего интересного уходи как-то это странно все донни донни щегол может ты знаешь что свалом он трачется сквозь тебя то ли вообще тебя не видит то ли ты ему не интересен обернуться проверить куда он смотрит ничего необычного не замечаешь когда поворачиваешься проверка на вниманием минус золото да нас обокрали проснись михаил нас обокрали ну михаил му ему так стоп у меня же есть наборы которые а я могу скинуть да так погодите саперный набор есть воровские инструменты вот же есть вообще может быть тогда этому передать воровский инструмент им же пытаться открывать серьезно просто заперта вскрыть наверно о ловкость рук 2 лук с рук мастерства 2 15 сложность добавляем еще 14 суммарный бонус 811 я не дотянул с ним повторяю внутри немножко золотом щеглов нашел но это не те дай ручку дяденька я погадаю тебя кое-что покажу фокус один опа вот твое кольцо давай бери кольцо оно счастливое плут ловкий трюк хамарский финт верно я никогда название не учил только сами фокусы ладно забудь возьми лучше кольцо я тебе покажу как она удачу приносит разводит нас малец мы по я помню это bsp тоже плутом играл и проходил это все сделать обратный хамарский финт и спрятать кольцо оп финтуем сегодня мы с тобой финтуем на на оп 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 чтоб не сдохнуть ладно может лишний удачи тебе и без надобности но раз уж кольцо все равно у тебя выбирай орел или решка убрать кольцо в карман эй погоди оплатить кто будет это шутка такая да нет полученный опыт ценнее денег кольцо мое ладно ставь себе считай подарок а у тебя выбор как будто есть но ты хоть взгляни на другие кольца ладно а то я с голодухи помру давай правда ну ну ладно вот что есть опа внимательность про провалено получили опыт за голова свиньи есть это припасы 8 единиц сумка с припасами но у нас еда вроде есть я бы взял воровский блин на 70 он хочет охренел что ли золото на руках и лучше не продавать продавать лучше да красная краска синяя краска морская звезда кольцо бесконечных желаний на внешней поверхности нацарапаны бессмысленные руны кольцо лекинеус небольшой обломок галечника кольцо устойчивости к муравьям вместо камня в оправу кольца вставлен шарик и застывший древесной смолы дохлыми муравьями кольцо истинной невидимости камень в этом кольце то ли отсутствует то ли совсем не видим да он безделушки мне пытается про ядреная пойла орех вилка кроме воровских инструментов я не вижу ну и припасов которым у него можно взять не вижу чем можно здесь поживиться острый суп с креветками есть захотелось о внимание ты ощущаешь за спиной какое-то движение все-таки прошли проверку опа варьё шпана так 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 не рановато ли кое кто встал на скользкую дорожку кто тебя этому научил проницательность атлетик обнаружение мысли проникнуть в ее мысли блин чуть-чуть а ладно давай попробуем еще разок ты видишь ее руку в своих пожитках и стыд в ее сердце и очах куда ли я знаю чем вы думаете что же себе вот атлетико накинуться в раска жизни для тебя что с того что раскаивается не 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 в раска жизни для тебя я так больше не могу мать из прости ну что мы его поставили а может быть и нет о дыра в дыру я не помню эту дыру дыра заходим сейчас никак а было это было а может быть мы уменьшим себя такое впечатление что если я не было зелье уменьшения у меня было заклинание уменьшения кажется зелье все таки было какое-то подобное ага вода еда блин мне казалось то ли свиток то ли зелье сейчас подождите миниатюрности ну это нет это при атаке там заклинание было давай посмотрим на заклинание давай посмотрим на заклинание это выучивание заклинаний слушайте но у меня полного списка заклинаний второго уровня нет я не брал уменьшения я подозреваю что здесь если бы ты был мелким там хоббитом халфлингов не знаю гномом хрен его знает мог про пройти если у тебя было заклинание уменьшение да загич я с большим удовольствием стримлю надо запомнить что в эту дыру отдыхай за меня молю пропустите о щас будет отпустите мою дочь немедленно говорит камера она воровка ясно тебе адская отроди жди кага вынесет пропусти меня магарыш или я тебе глотку порву медведь да медведи здесь животные вообще класс смотрите какой нос просто на пол экрана нос просто носище носяра такой вау берем приз поменьше ты слышишь уймись магарн эй-ты ану ка пошел отсюда так не обращать внимание пройти не на дам если бы не я вас всех вы перебили бы гоблин и я пойду куда пожелаю Отойди, будешь настаивать, тебя встретят клыки. Клос. Клос, клыки. А, понятненько. Ты, тебя, оказывается, Кага хочет видеть. Проходи. Тот самый медведь. Да вряд ли, просто... Это белка только побольше. Так, табличка какая-то. Изина. Болею Сильвануса, древнего дуба, всякая смерть порождает жизнь. Олень. Сюда можно зайти тоже. Это выход, не выход? Похоже, это выход. Ну, внутри осмотримся пока что вот с этим товарищем. Историком, кажется. Эй, приветствую! О, мой добрый друг! Вы же были там у ворот, когда напали гоблины, вы видели их вблизи? В прошлый раз я читал это. Вы же были там... Да-да-да, пара вопросов, если позволите. Моя любознательность ненасытна. Интерес. А, спрашиваю. Восторг. Итак. Как бы вы описали эту конкретную породу гоблинов? Размер, происхождение, отличительные черты. Ты без труда припоминаешь, как выглядели гоблины. Маленький зеленый с злым. Дать точное описание. Гоблины были редкого радужного окраса и стреляли из магических духовых трубок. А дракон, дракон, которого они вели с собой, он относился как к латунному подвиду или серебряному? Не было никакого дракона. Очевидцы не заметили бесспорного присутствия дракона. Он пишет, что хочет. Последний вопрос. И я, наконец, от вас отстану. Нападавшие взывали к некому абсолюту, когда штурмовали в ворота. Да, что-то было. Вот оно как. О, любопытно. Весьма любопытно. Я расспросил одну из них, пленницу, что держат в этом лагере. Она сказала, что они отреклись от своего божества Маглубиента и теперь поклоняются никому абсолюту. Скандал. Гоблинские суеверии не стоят того, что переводить на них чернил и пергамент. А, только ли в суевериях дело? Эти гоблины идут вопреки собственной природе, подчиняясь чьей-то чужой воле. И лично я твердо намерен доброса до истины, как раз собираюсь в их лагерь. Собственно, прошу меня извинить. Ну, туда я сейчас как раз и направляюсь. Осторожно. Ну, когда мы дошли до этого гоблинского лагеря, вчера с БСП, не было никакого чувака там. Может быть, все-таки предупредить? Да, пустяки, я полагаюсь не на их благодушие, а на свое красноречие и на склянку с зельем невидимости в кармане. Инвизибилити-по-си-йон. До встречи. Да, независимая пресса. Я бы с медведем поговорил. Зря, что ли, сокол умеет. Давайте, медведь, может, именно с ним у нас все получится. Погоди, этот в ноги записывает мой рассказ. Я далеко от дома. Разряженный человек начинает писать, медведь заглядывает на его страницу. Че-то он хмурится на листе, в окружении неразборчивых закорючек красуется грубый набросок, медведь, потрошащий группу тифлингов. Э! Я... Да, слышь. Медведь не то говорит. Что за дела? Все друиды меня понимают. Ты меня понимаешь. А человек с пером почему-то не может. Я много странство Вау. Человек задумчиво кивает, дорисовывает еще одну оторванную конечность. Вот как? Мы пропускали миллион просто контента Ааа, мой косолапый друг, что ты можешь рассказать мне об этом месте? Что за дела? Ааа, повторение Мда Так, справочник по фантастическим тварям Сильванас, отец деревьев, усмиряет наши невзгоды Фантастические твари, мини-гигантский космический хомяк Конкретно об этом Криптиде достоверно почти ничего неизвестно Считается, что на этом плане они предпочитают путешествовать совместно с физически развитыми мужчинами человеческой расы Легенды гластят, будто бы эти создания обладают невообразимой и неописуемой мощью Мини-гигантский космический хомяк Может быть это отсылка к этому, к Бу? Ааа, у него там была фраза по космическим хомякам, нет? Ну, Менгский Бу из этого, из Балдрус Гейта второго Тут наверняка много отсылок, я сто лет не играл в него, но это очень колоритная парочка была Лишь им самим известны, своих же хозяев они якобы наделяют особой доблестью и храбростью Да, 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 это точно отсылка к Менгску сбыл Так же ходят не имеющие, так же ходят не имеющие под собой основание слухи, будто им очень по вкусу человеческие глаза Это к фразам, там он кидал во время боя с плеча Менгская хомяк Накидывал, подкидывал дровишек в огонь Так, еще хрюк здесь есть Мне показалось, что ты Хальсин Кабан подпрыгивает вокруг, нетерпеливо напрягая, расслабляя ляжки К чему? Что такое довольный он? Где Хальсин? Он мне подружку обещал Подружечку Подружечку кабанчику Так, полынь для крафта, может наверняка уже Ой, медведер там лежит Блестящий ключ лежит, смотрите Тут топаз Главное сейчас... Опа Я занят мыслью Красиво это или нет? Монетка ровно посередине Обман, выброси, лучше слишком тусклое Запуги мне пнуть птицу в надежде отпугнуть Обман Опять с харизмой беда Еле-еле душа в теле Да Точно, точно, ты прав Так лучше? Золотишко, давай, гони Вот, золото мы можем взять просто так А вот блестящий ключ, к сожалению Блестящий ключ, я бы его взял Ключ что-то открывает Вот как вот без разговора с животными Столько контента пропадает Я Сплю Бросить рыбину рядом с подъемником Нельзя ли попросить подвинуться? Давай рыбу Оп А? Что такое? И рыбку съесть И, как говорится, на подъемник съесть Ну, подъемник это шорткат наверх И весточка он Я могу спрыгнуть, конечно, вот эти вот штуки Но какой смысл? Блин, как же красиво, живописно Тут взгляд вдаль направляешь и все И Вот туда Может еще поговорить Ммм, соленая рыба Саультифиш Три головы Такое впечатление, что это вот все отсылочки Там может быть какой-то босс, например, трехглавая рыбина с тремя Блин, я так хочу этот блестящий ключ взять Давай попробуем Астриону тут как-нибудь Пока нас не видно Скрытный успех Блестящий ключ Ай, можно просто подобрать? Или надо какое-то дополнительное действие на Я сижу в инвизе, кстати Между прочим Взяли вроде Взяли, взяли, взяли Может я мог без этих телодвижений, конечно, это сделать Так Экстракт правила трех Зелье великого лечения Оооо Давайте к Каге пойдем Мы точно за хороших Нет белого и черного Пойми Тут как бы Все не так однозначно Изумрудная роща Простите, простите Ты совсем рехнулась Рассказчик, природная сила лес пробудила И тьма устыдилась, и тьма отступила Фрески изображают друидов и диких зверей Которые сражаются бок о бок Тоже я все пропустил Судя по всему, победа осталась за ними Но твари вернулись В роще наступит мир Там три крыски Пинта Рен Ну и змея, конечно же, вот эта вот Опасненькая Ай-яй-яй Отпустите меня, я больше не буду Это безумие, Кога Всего лишь кто? Воровка? Отрава? Угроза? Она мне не нравилась, я тут Я посажу под замок дьявольское семя И сгоню всех чужаков прочь Ой Зачем сажать под замок, она совсем ребенок Она паразитка Она есть наш хлеб Пьет нашу воду И вместо благодарности Крадет нашего священного идола Ракт, посади ее под замок Пусть ждет завершения обряда И сиди смирно, дьяволица Тила нервничает Стэнбай, привет Послушай, Кога, делай, что я говорю Так, убеждение природы, обнаружение мыслей Проникнуть в мысли Каги Это будет очень сложным Но получилось Хальсина больше нет, теперь я буду Я первый друид, я наведу порядок и докажу, что со мной стоит считаться Ну вот, мотивы вообще трындец, конечно Свою власть ты показала, прояви теперь снисхождение Хорошо сказано Дитя, иди и поведай всем, как я милосердна Сиф-сиф-сифс Тила, ко мне Сиф-сиф-сиф-сиф Ай, больно Ну что такое? Спасибо тебе, Кога Наставник Хальсин-Б Хальсина здесь нет И не поминай его имя А то Тила прокусит себе что-то Спасли ребенка, получили опыт Сейчас Секундочку бендер тут приходится торопиться к сожалению текст попробуй почитать ты же играешь в балдурский попробуй вслух почитать диалоги и ты как про когда несколько окончаний по но не успеешь прочитать а это было повсеместно причем бсп тоже не успевал немножечко я ну быстро здесь все идет ты начнешь уже торопиться и пытаться наперед прочитать чтобы хотя бы знать чем заканчивается сообщение короче хватит то самое у этой женщины больше ядов сердце чем змеи у змей на клыхах как будто не было девочка спасена когда же и получать прощение за ошибки как не в детстве все верно встраивать показное свидетельще над ребенком чудовищно совершенно с тобой согласен девочка поступила дурно но ее поступок не страшный грех еще шадухард хотим мне знаком этот взгляд тебе любопытно чего раньше я терзалась более давай сейчас и поговорим об этом просто старая рана которая иногда болит ничего особенного с личинкой это точно никак не связано говорю на случай если у тебя разыгралось воображение это просто с чем мне приходится жить сильно болит если честно очень но всегда быстро проходит так что я справлюсь переводим разговор на другую тему что за история с тем странным артефактом нет никакой истории уж точно нет такой чтобы была предназначена для твоих ушей за петцом не успел что ты думаешь обо всем что с нами за это время случилось с нами случилось много чего и скорее всего еще случится уточни о чем ты наверняка есть мнение по поводу наших пассажиров о чем тут думать мы знаем что делать и давай делать найди способ как нам избавиться от этих тварей я не особо надеюсь на то что мы найдем спасение в гидских яслях однако и их не стоит вот так поговорили так я помню сложное сражение здесь кога она пятого уровня к сожалению я могу поговорить с седым у меня же есть опять же опять не пойми кто приходит мне докучать и что дальше гонять меня будешь за хвост подергаешь орать будешь так чтобы у меня голова лопнула успокойся никто тебя не тронет ты или дурак или врешь но нету таких не надо уходи да волк такой а что по мышкам крыса наблюдает за тобой без единого звука крыса с подозрением следи за тобой но не подает голоды голоса крыса не отзывается только скалит зубы ну окей смотрим тут что по дневнику смотрим что можно подлутать друидов молодых прибыла группа из врат балдура разбили лагерь беседа не задалась оползень решил проблему в лучшем виде инструмента теперь полный негодность либо глубоко под землей к югу отсюда красного мага алый плащ интересная речь мы собираем еду смотрим что можем взять без негативных последствий кость интересное место покое служителей рюкзак сундук тут сундучок спрятан смотрите закрытый сундук за пределами это все чужое понимаете я только начну что кошель каменная кровать взяли легли но эта дверь явно двигается вопрос только может тут проверки какие-то пройти должны а может туда запрыгнуть можно а можно справа зайти вообще давай попробуем плутом или плутом вскрыть по тихому десяточка семнашечка тут у нас надорванная записка малахит и песнь фалдорн запискам все страницы из пещерина знаками которые словно высоропаны они написаны кога болото порт дерево приходи одна о лодан взяли все получили опыт дневник обновлен где сведения о коге а как ну на русском кага и когой почему-то зовут так шедухард кога мы нашли записку адресованные у каги там говорится как-то встречи на болотах что на затевает спасти арабелла девочку спасли которая чуть не прикончила змея на побежал к родителям надо будет поговорить с ними нашли записку который упоминает сколько в роще что-то происходит надо узнать об этом побольше по лекарствам повстречали с беженцами которые нашли приют надо выяснить вдруг кто-то отыщется целитель целительница нет мы сейчас до нее дойдем она сумеет нам помочь возможно где-то поблизости находится лагерь в котором должна быть некая нет но собственно найти это она и есть и завершенный квест прокликали квест хорошо минус надеюсь на меня никто не бросится так вот она на эти кажется да здрасте покой друидов я тебя вижу покойди-ка минутку теперь только от нее зависит выживет она или нет так ну что тебе нужно мне нужно исцеление надеюсь здесь получу я делаю что могу большинству этого хватает подойди давай конца посмотрю касатик да вроде ничего особенного глаза может немножко уставшие у меня личинка в голове личинка свежевателя разума ты о них знаешь сможешь мне помочь я я сделаю что могу пошли со мной возможно я смогу помочь измученную птицу давайте поговорим глаза птицы подергнуты пленкой дыхание еле слышно и не до разговоров со мной тут открывается дверцы я пытаюсь понять портрет волосы тут столько всего можно лутать ё-моё но придется всех убить если мы хотим лутать заходим библиотека анклава у этого была та же проблема что и у тебя он напал на нас в лесу вместе с какими-то боблины вскоре после этого из его головы выползла личинка и я заражен тем же паразитом что и он именно наставник хальсон прямо аниме о world sitter здравствуй добрый вечер продали бы мне конечно эту игру очень нравится вариативно интересно да но это прям прохождение тут хоть и линия есть но свобода в плане поэтому он управлялся в поход за искателями сокровищ какая жалость что мы с тобой с тобой встретились они он он разбирается в этих тварях он их изучал клуб выход есть всегда тебе не обязательно оставаться здесь не я останусь хочу знать что задумала ладно посмотрим что можем сделать есть вариативность за счет во первых того что ты создаешь основного персонажа абсолютно любого класса под класс как угодно развиваешь второе что ты можешь свободно практически самого начала игры собирать свою party какую хочешь ты можешь перекачиваться там исправлять ошибки ты можешь одни и те же квесты диалоги завершать в зависимости от твоих слабых сильных сторон спасибо тебе я уже на все готов что за растение но мне поможет что и такое возможно не будем торопить события ой принцятельности не опиши симптомы ой-ой-ой с тобой не происходило ничего необычного я могу соединять свой разум с разумами других зараженных жертвы паразита могут опознавать друг друга разумеется другие могут и не осознавать как-то умудрился подходить паразита как сен был счастлив узнать откуда расходится это зараза на корабле освежеватель разума они похитили меня и заразили лично на корабле освежеватель разума но наставник хальсин был уверен в общем ты был со мной честен так что я тоже расскажу все как есть ты опасен если превращение застигнет тебя здесь нам всем конец но сердце у тебя похоже доброе так что ты заслуживаешь шанса вот те флакон яда виверны поклянись что выпьешь его при любых симптомах превращение колянусь надеюсь до этого конечно не дойдет но спасибо тебе и все-таки в голове не укладывается сколько лет я занимаюсь селительством и ни разу не сталкивалась с селитической заразой а тут внезапно один за другим один за другим десятки случаев может даже больше мы составником хальсином пытались наблюдать за ними изучает разобраться на что вообще происходит потому что симптомы заражения уже давно должны были начать проявляться вы все должны были превратиться в летитов но не превращаетесь если закрыть глаза на странные новые способности внешне с вами все в полном порядке так что-то об этих паразитах вам удалось выяснить как минимум то что твой ведет себя совершенно не похоже на обычных летит это вроде бы такая же личинка но она наделяет тебя силами телепатическими способностями и не превращает в летит по крайней мере пока ты сказал что вы наблюдали за другими жертвами все превращались в мозга едов сложно сказать но много вы еще не знаем зараженные такие как ты стекаются к старому светилищу селоны но с какой целью теряясь в догадках когда он сам не кальцин услышал что искатель сокровищ отправляется в те места он решил что это шанс найти ответы на наши вопросы не раздумывая примкнул но чтобы там он не нашел обратно уже он не вернул сам чем я могу помочь видишь ли я уж посылала за ним птиц бобров но те места кишат гоблинами никому из нас туда не пробраться а вот и ведь ты один из них ну формально того кто заражен их же собственным паразитом они не убьют если ты отыщешь хальсина и выведешь его оттуда мы узнаем то что удалось узнать ему и возможно сумеем спасти тебе жизнь ну что скажешь трог джин поддержал говорит винит неправильные идти да и не делать неправильных паразитов да ладно хорошо записываем спасибо роща перед тобой в неоплатном долгу как и я сама вы не могу рассказать тебе о том что именно там произошло об этом знают только сами искатели сокровищ но где их найти сейчас все что я знаю точно это то что они отправились к старому светилище все луны и что назад наставник хельсин не вернулся забыли запятую поставить удачи тебе там если дела пойдут плохо вспомни о флаконе вспомни о своем слове бенда то реально попробуй прочитать вот просто вместе со мной параллельно прочитать то что она говорит по тексту потому что скорость иногда просто на пределе чтобы и четко читать чтобы было понятно а то накинуть бы накинуть бы бабер не тут раньше он читал быстрее такой блин душно просто так ну мы взяли квест взяли сдали все что надо у нас прогресс на 4 еще и к сожалению но здесь там нет ничего особо делать то есть я могу конечно попытаться что-то своровать но это может привести к негативным последствиям ну это якобы воровство якобы потому что еще предстоит это в суде доказывать в этом сосуде что-то есть посмотри повнимательнее что в каком сосуде дневник есть напал отряд гоблинов она говорит а вот про этот что ли да нет полын справа давайте соберем что что собирается откуда она здесь появилась а вроде выделял внимательность успех руна медведи руна лося руна медведи руна орла пустая ячейка то есть нам нужно сюда табличку поставить еще видно так я брал что нибудь вообще конечно общий инвентарь в таком случае открывать смотри последний чтобы проражировать их как-то давай а отсюда не ранжируется так ну здесь явно какая-то но опять же я не могу я не могу воздействовать без риска учитывая что играем без сейвов первый раз сохранил сейчас ну смысле без зелодов я сюда еще вернусь давайте отталкиваться того что тут много лута выходим из покоя в друида осматриваемся вот сундуки все просто есть всего один сундучок мы там втихую взяли противоядие котелочек они все еще спорят по поводу я чувствую что здесь оставил оставил вещи можно было и поворовать наверное имея хорошие хорошие навыки но учитывая что противники здесь на пару уровней выше меня я лучше вернусь тогда когда смогу в случае если они сагрятся с ними справиться и так в городе у нас есть еще несколько путей ведущих дороже куда-то на север я бы их исследовал вышел осмотрелся бы да тут будет тут будет интересный такой мини квестик священный пруд слышите да удивительно что у нее ну когда она поет вот просто на фоне у нее очень нервная вибрато а когда когда дело дойдет до песни ну будет прям студиичка студиичка не знаю как это объяснить поговорим с белкой кри блин я не тем говорю чевик-чевик белка мне нравится мне нравится я бы я точно мог это самое фольклорные песни фольклорные песни несмотря на внушительный объем книга все еще не завершена в ней перечисляются стили музыки и способы ее записи бытующие в различных уголках фейруна на фоне записанных черными чернилами аккуратных страниц выделяется одна на которой царят буйство красок и хитосплетения линий внизу чей-то рукой подписано песнь мекканидов огмо всемогущий я и слышу ее и вижу и понимаю чувственно не могу записать или могу сундучи рэнс сундучи рэнс давай-ка от открывать вскрыть добавляю все равно проверки открываем и та самая шляпа песни утешения воодушевленный вашим бардовским вдохновением союзник также восстанавливает но это для барда духоподъемная шляпа поговорим с ним так что за мелодия не пою а мучаюсь сама не знаю зачем с тобой все в порядке нет еще немного я умру страшной смерти из-за этой треклятой песни не могу все не ладится видишь посмотрим могу ли помочь это есть творческий процесс агония и экстаз но в основном агония ну хуже конечно не будет у меня есть ее еще одна лютня хочешь не я не умею а чем песня надо ко мне люди попробуем спеть дуэтом я начну сначала не будем спешить блин уплывает боли страх гаснет луч улыбки я не бард я не умею скорее всего попробуем сыграть вместе с ней проверка 15 трындец конечно просто сейчас начнется 3 сентября начнется снова у нас Блин, ну я Ща Повторный бросок Есть Потускнеет светлый взор Все признания Мои Обратятся в пыль Играть с ней в унисон Это же непросто, ребят 16 Получилось Серебро луны в зените Все напомнят о тебе Кого ж не вернуть Спи и знай, что навсегда в моем сердце Мяу-мяу-мяу-мяу В сердце образ твой Прости Красивая песня Я аж сам проследился Спасибо Я сегодня первый раз играл С того дня, как погибла Лихейла Моя наставница Она играла на лютне Мы не услышали гнолов Пролилось столько крови Я Я до сих пор чувствую запах Думаю, твоя наставница сейчас гордилась бы тому же Она бы на меня наорала за нескладные строчки И заставила бы играть, пока не сотру пальцев крови Стандарт Именно это я и сделаю Закончу плач рассвета для нее Оставь лют не себе, пожалуйста Она твоя по праву Работа предстоит еще немало Но спасибо, ты мне очень помог Лютня А, это особая какая-то лютня Сыграть мелодию Деревянный корпус лютни Так Наиграть мелодию, чтобы привлечь внимание Развлечь находящихся рядом Но в этом раскладе В прошлый раз мы с ней говорили Но не играли с ней Мы ее вдохновили на более правильный текст И она спела в конце концов красиво Не вот этим вот дрожащим голосом Блин, класс Давайте попробуем развести ее еще разок Вдохновить Песня всем еще сырая Но дело движется Мне нельзя Зато лютни получили Так, здесь есть выход Куда-то на А тут тупик, да, получается Вот это место Подождите, я сюда не ходил А как? А что? Такое впечатление, что здесь можно перепрыгнуть Забраться, перепрыгнуть Пройти На карте Классно все нарисовано Типа вот отсюда вниз Вон, там медведь стоит Каждый медведь Это потенциальная замутка Ну, которую заспойлерили При этом самое в тизере Специально Вон Ормин Третьего уровня Красиво Смотрите, как красиво Просто красиво же Он так и не вернулся, да? Запах пропал Он пропал Кого ты разыскиваешь? Хозяин Ушел с вооруженными двуногими Сказал вернется Но я чую двуногих с оружием А его не чую Он не вернется Такой нос Просто Женька Если что Включай стрим Там прям Прям контент идет Я взял Это самого рейнджера С разговором с животными И все Мы с каждой белкой Просто общаемся Не переживай Он вернется Нет Темно стало В чаще Слишком много хищников Даже для хозяина Вон Смотрите, как живописно Ничего По-прежнему ничего Так, и тут можно пройти А потом можно пропрыгнуть Давить? Нужно взять человека Который способен Дотянуться, так сказать Сокол Почему-то птица Невысокого полета Какого лешего Может Вообще Ты должен прыгать Хорошо Не, не прыгает Да сюда точно Можно забраться Может быть По левой стороне О, Гейл Краешком Краешком Ну или по правой стороне Как-то можно было Давайте посмотрим Деревянный сундук Здесь есть А тут масло поджога Эликсир магического развития Дает дополнительное Заклинание Первого А, это навсегда? Это ячейка Таксинчик и агат А сюда мы, интересно Можем пройти или нет Ну тут вода Не вижу Не вижу способов Этот склон Выглядит Покатым Слишком покатым Да, и похоже Ну место интересное В общем, даже если Ты там ничего не видишь Там вполне вероятно Может быть что-то Просто пока ты не подойдешь Ты не сделаешь проверку На там Вынимательность И все Сейчас попробуем Снова с медведем поговорить Ворчит он стоит Ворчит и ждет Своего хозяина Только надо взять сокола Он умеет разговаривать По-прежнему ничего Все просто Видишь, Женька Как он убивается Все по запаху Он туда-сюда Да, мне это известно Да Друидов пока не трогаем Да не смогу я их трогать Тронуть При всем желании Возвращаемся Сдаем квест Потому что спасли Эту подругу Арабеллу От судилища Еще раз думаешь Меня так пугать Я тебя гнолу Скормлю Мам Со мной все в порядке Честно Прекрати Ну блин Наша мелкая поганка Нам обо всем рассказала Спасибо тебе Не знаю, что бы мы делали Без нашей девочки Сдали квест Надеюсь, мы еще встретимся В более приятных станках Я тоже на это надеюсь Арабелла Спасибо За помощь И нам дали Пляшущие огоньки Медальон Владельцы используют Заклинание Пляшущие огоньки Фокус эвокации А что за Что за А кому дали Пляшущие Шляпу надену Красивую Должны же были Основному герою выдать А не вижу их В инвентаре Пляшущие огоньки Яд виверны Должен быть здесь Видимо, да? Противоядик Давайте прочитаем Эльфийская песня Нет, это не А, рецепт противоядия Есть, действительно А, нет Я его типа не взял Надо принять его сначала Потом уже Он все равно появился Непонятно где Вот он Пляшущие огоньки А, это освещение местности В радиусе 9 метров Угу Ну, у нас амулетов Как таковых нет Надо добавлять Помнить просто, что есть такая опция Здесь мы до сих пор не можем пролезть в дыру Из-за отсутствия заклинания Может быть, тогда Перекантуемся Гейлом выберем Другое заклинание Тем более, ячейки заклинания Неполные Да, давайте в лагерь Кажется, у меня было заклинание Кажется Но это не точно Но для того, чтобы переучиться Мне нужно прям поднять К этому обратиться Либо до следующего уровня Ладно, давайте этот квест тоже оставим Делаю долгий отдых Ложимся А, поговорить хочет Давай поговорим с тобой Дивное зрелище Я имею ввиду звезды Я отчасти Он подкатывает, а? Это как история сокола Помните с этим С южнокорейским мальчиком Или китайским Где он там был? Было такое? Было он? Эту прохладную историю С тем, как в туалете К нему подкатил Рассказывал А, ты как будто успокоился Я, да Я размышлял Что будет завтра Когда мы найдем друида? Знает ли он Как контролировать червя? Закончится ли наш маленький поход? Скорее всего Избавившись от червя Я пойду с вами пить Жаль Ужасно жаль Ты несравненный союзник Тебе удалось пересечь Аверна Пережить крушение И все, что было потом Мы его точно кикнем из пати Обычно меня нелегко впечатлить Но ты куда сильнее, чем мне поначалу оказалось Во-первых, он присосется Будет нас дебафать, как вам посек Во-вторых, у него смежный класс Он нам особо не нужен Не прижимайся, пес Конечно, конечно Прошу прощения Я как раз собирался пройтись Мне надо проветрить голову Увидимся, когда я вернусь непременно Спокойной ночи Вот вы, ху-халя Даже спать опасно У нас еле-еле хватает А, нет, хватает А-а-а, он в эту ночь к нам прокрадется Или нет Куда-то он почапал Слышишь? Слышишь? Нет, все нормально Фух, пронесло Уходим из лагеря пока что А, это он с видео-медведем А-а-а, то есть с ним можно замутить Хорошо Здесь Давайте на обратном пути поговорим еще с NPC-шками Потом в тюрьму зайдем Эти землеройки готовы были всех нас обречь На смерть ради своей дурацкой рощи Я видел Этот ящичек еще не подлутанный Какое упущение Ну, так-то там еще нет Так, Дони, щегол Куда-то в прошлый раз пропал, паршивец Не факт, что я Добавляю все равно проницательность Не хочется Да, ё-моё Пытается нам сказать Он пытается что-то сказать, но ты не понимаешь Что именно Ай-яй-яй-яй Дони, Дони, Дони Так, давайте призовем Пока не поздно Кошку Будет отвлекать Мюготь Еще разок, может быть, с Дони поговорим Как насчет золотишка? Он кивает Тянется по тайному рычагу О-о-о Спасибо, что показал мне вход Ворчание Эй Вот рычаг Раз Оп Что? Кто? Он встречается с тобой взглядом И тут же от твоих глазах Как будто ему больно на тебя смотреть Уйдите Так, рычаг Может быть, все-таки мы можем вот здесь Что-то обнаружить Рычаг Показывает А, вот По тайной люк Вот он Люк, я твой отец Вон, 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 вон Ребята, отбой Тут другая тема Так Вообще, были ли мы здесь? Ух ты ж Кажется, мы с БСП сюда не спускались Не-не-не-не, были это с совой же, да? С этим, с сова То есть там кроме них еще Заки Ладно С нами кита, нам ничего не страшно Ну, кроме миллиона ловушек Шифт пробьял, кстати, надо ход кей сделать Чтобы быстро ход останавливать Давайте пообщаемся с ними Они выглядят какими-то Гляди-ка, кто к нам пожаловал Ребята, мне говорят, ты повсюду нос суешь Ты спас Рабелла от друидов Не представляю, что бы с ней тегал О, по-другому заговорил Видели? Спасибо, что не стала бежать с Сильфи Мало бы кто так поступил Люблю помогать ближним А мы любим, когда нам помогает Так чем могу быть полезна? Зачем вы пытаетесь с обманом наживаться на других? Это же рискованное дело Понимать надо Мы копим деньги, чтобы во вратах Балдура обустроиться получше А что, будешь мне мораль читать о том, как воровать Что воровать нехорошо? Наоборот, вложиться в новую гильдию воров Побережье мечей 20 золотых От халявных деньжат не отказывай Ты не представляешь, какие у меня расходы Хе Навеси меня как-нибудь в городе, ладно? Оплачу старицей За все сразу Ну давай, может еще увидимся Maybe Call me maybe Бродяга, сокол получает вдохновение Кит рядышком стоит И опыт получили Давайте осмотримся Тайный властитель врат Балдура Оу Привет Снова Мол тут на семье Главное, не я А мы как раз с Мол поговорили, да? Мели Мол И опять Столько всего, что нельзя Цена идеи книги Изложена в главе, посвященной Рильзе Раэль Криминальные вратели Из маленького Калимшана В иные времена И в другом месте Рильза Раэль Снискала себе Славу Рилиционерки Вратак Балдура Современно известный Криминальный авторитет Потеряла Обосновалась Книжки я Конечно Не дочитываю Но Будет вам Возможность На Перепрохождение Если захотите Прям изучить Прям все Контента Море Блин Их тайничок Здесь Воровать у воров Вроде как Дело не постыдное Мне казалось Ага Я из этой дыры спустился Да, похоже Нет Я спускался Вроде как Что это лестница Кажется Отсюда я спускался Да Да Я отсюда спускался То есть Можно как минимум Сигануть вот сюда Давай-ка Сбегаем Блин Камера тут Конечно Местами Вон Что-то валяется Подходим Готовимся к прыжку Я говорю Подходим Но слишком далеко Ну слишком Ну кто Ну как Я не допрыгну А там Сундуки Ренс Валяются Причем У меня по классам Насколько я помню Никто особо Ну далеко не умеет Прыгаться Там были особенности Подклассов Какие варианты Может отсюда Поближе будет У меня даже близко нет Хотя Недостаточно А жаль Давайте Последняя Попыточка Может С самого-самого Края Жалко Так Так А можно попробовать Стырить Тогда И выйти Из этого Подземелья Из другого Короче Прохода Я вот этот сундучок Был бы Проверил Поговорить Поговорить С трупом Белки Который Ты Что-то Они тут Тайник Пустой А Минус Отношения Меня Как-то Увидели Хотя Вроде Был не В А Боба Привет Беляк Да Минус Отношения Уже Минус Отношения Так Теперь Вот сюда Видимо Есть подозрение Что наверх Можно забраться И там Что-то Может быть Типа Прыг Скок Вот к этой Двери Выглядит Как Но тоже Далеко Я не допрыгну А И в эту дырку Я не пролезу Она слишком Маленькая Как раз То есть Это то Да Можно уже Не Не трогать Видите Здесь Что-то Начертано Почему без БСП Ну Хочется Не хочется Пропускать сюжет Хочется читать Диалоги И Тут Мы очень много Пропускали Он пропускал Когда я Разговаривал с НПС Я пропускал Когда он Общался И тут Целостность Снарушалась Всего Вот это Вот и по квестам И по впечатлению Так Надо валить отсюда Видимо Давайте детей Попробуем воодушевить В прошлый раз У меня не получилось Покажи что можешь О На Неплохо Еще раз Я бы его в тему взял Вместо Ахтунга У меня не получится Я не такой Как ты Уми Тебе не нужно Быть таким Как я Тебе нужно Просто выиграть Время Чтобы сбежать Ну давай Я в тебя верю Ты справишься Это Ченок Безнадеж Сыря Тратишь Время Хороший совет Молодец Стоит Прислушаться Ты на правильном пути Уми Давай Отработывай то Чему научился Рад познакомиться Клинок Фронтир Улыбка С воззвезд от всего лица Его мысли становятся Твоими Опять Червяки общаются Ты Клинок Фронтира Мчащийся Попусто Шамоверно Впереди Дьявольская фигура Красная кожа Один изогнутый рог Она окружена Пламенем Высоко вздымает Окровавленный топор Мы ее ищем Кстати Адово пламя Ты был на том корабле Да И мы оба носим Паразитов И обречены Сбросить кожу И стать элитидами Как говорится в истории Но щупальцы у нас Еще не вылезли Во всяком случае пока Может просто повезло Конечно Я не Ваши разумы снова сливаются Уилл гоняется за бестий По преисподним Они вообще Уживаться вместе будет интересно Ему движет ненависть Она адская боевая Дьяволица Угроза всему жимому Воплощения зла Проклятие Ты ее видел Адвокат дьявола А я не знаю Я по истории У меня тройка была Кто она Охота в преисподней Опасная территория Вижу Ты крутишь шашни С дьяволами Тебе стоит поискать Компанию получше Из бестий Плохая компания Если только не набить Из нее чучело И не повесить на стену А мне она очень даже Зашла Ее имя Карла Ка Карла Она солдат Я архидеволицией Своим здоровьем Что-то сделал Выслеживая по всей Преисподней Я добрался до корабля С выживателя разума Но проклятые Элитиды Заразили меня прежде Теперь она на свободе Охотится на беззащитных жертв Если я ее не убью За ней останется Долгий шлейф Из трупов Она нормальная Няшка вообще Давай объединим силы Отличное предложение Но в твоем отряде Уже нет места Но когда придет время Позови клинка Тебе не придется Долго ждать ответа Отправляйся в мой лагерь Превосходный план Мы все подробно перетрем Ну он получается кто? Он чародей Насколько я помню Давайте сразу В лагерь Го У меня фактически Плут Такой ахтунговский Который подкатывает Уже яйки Астрион Меня это смущает Плюс он кусаться начнет Скоро Как вы помните И я бы Очень аккуратненько Просто бы Просто бы Очень аккуратненько Послал бы его Куда подальше Перекинул бы вещи Так Астрион Мне нужно с тобой поговорить Я думаю что Потому что Из твоего инвентаря Пропали все шмотки Ты догадываешься К чему этот неприятный разговор Итак Мы странствуем в компании Прославленного клинка Фронтира И чувствуем как мне Скажем мигом Становится все безопаснее Я думаю тебе стоит Остаться в лагере Ой Радость моя Я задет Я думал что между нами Что-то особенное Просто Просто Останься Ладно Побездельничаю тут В холодке Вечерами Пока ты Пашешь В поте лица Своему Я прям в ужасе Такой Не успел Почитать Что мы о нем знаем Харизма Просто топовая Ну да Колдун Универсальность человека Человек-ополченец Внеочередное Благословение Темного Когда вы снижаете Запас здоровья Врожденного существа До нуля Ага Дает Время на очки Здоровья Погнали Я приблизительно Знаю Как его качать Буду Как своего Основного Герой С Трай С Бесп Здоровья Больше Особенно Он Достаточно Танковый Хорошо Стабильно Наносит Мучительный Взрыв Апаем Да Я Отбрасывающий Заряд Что по заклинанию Что по заклинанию Основное Мы будем Просто Использовать Шутку Минутку Так что Можно Наверное Либо мощное Заклинание Брать Но я бы Его на рейнже Оставлял Все равно Что хорошего Есть Плавающие руки Это близко Кажется 5 метров Всего лишь Приворот Гуманоида Но это Он не будет Только вас Атаковать Приказ Я не тестил Нормально Отступление Поспешное Рывок В качестве Бонусного Действия Каждого На кончании Посваливать С глаз Чарование Ваши атаки Наносят цели Дополнительно 1-6 Ну это атаки Это надо Надо бить Чем-то Неужели Опять Ведьмовской Заряд Брать А Подожди Адское Возмездие Вот Надо Сначала Хотя Это у нас Триггер Или нет Это Заклинание Мы Учим Не Давай Это кажется Триггер Отложенный Видите Адское Возмездие Погнали То есть Когда нас Атакуют Мы Бахаем Ответочку Следующий Уровень Заклинание Тоже Появили Заклинание Второго Уровня Дар Договора Фамильяр Волшебный Принимающий Облик Дух Фамильяра Призвать Оружия Нет Книжка Я брал Книжку В прошлый раз Но мне не очень Понравилось Спешилки Пожалуйста 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 Где же помощники Стой Говорят Не делай Этого Обилка Первого Уровня Который Несколько Раз Прокачкой Бьет Тоже С Хексом Скелет Что за Что за Что за Так Заклинание Второго Уровня Давайте Выберем По Механике Тут вся Игра Механика Бери Это Потому Что Оно Так Скелется И Так Будем Проходить Граница Вообще Размыта Есть Паралич Гуманоидом Он будет Очень хорошо С демонессис Но я его Взял У мага Слепляющий Мико Давай Да Только Помни Что Сначала Предупреждение Потом Потом Уже Более Серьезные Меры Применяется Я понимаю Что Не имется Туманный Шаг Серебряный Туман Над Дами Проплывает Тьма Паляющий Луч Хорош По урону Там Бам 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 Зеркальное Отражение Для Дефа Для Хардкора Конечно Лучше Зеркалочку Брать Какую Низ Давай Да Не хочу Умирать Раньше Время Можем Мы Как-то Ему Что-то Перекинуть Что Поможет В Борьбе У него Ра Пи Ра Причем У рапиры Финтик Бонусные Действия Пронзающие Глубокие Раны И Ослабляющие Атак То есть Такой Саппорт Вариант А что У него По броньке Как он Вообще У него Что же Тяжелые Нет Он Легкая Средняя Броня Да Как Чародей Просто Легкая Но Есть Щиты Может быть Есть Какая-то У меня Бронька У него 11 класс Доспеха Броня Вряд ли Можно Попытаться Во-первых Можно Зелье Какое-нибудь Закинуть Хотя бы Одно Наверное Можно Попробовать Выдать Оружие Дальнего Боя Хотя В этом Не вижу Смысла Особо Нижнее Белье Клубни Какие-нибудь Шипастые Штуки Так У нас Пополнение Уил Уил Оберега От оружия Это у нас Фокус Получается Сторонний Разряд С Отталкиванием Соответственно Ладно Посмотрим Возвращаемся Уходим Из лагеря Так Еще Была Тюрьма Насколько Я помню Я туда Совсем Не заходил Также Внизу Есть Торговцы Оказывается Проходим Сюда А кто Здесь Сидит На Посту Туда Не попасть Отсюда И Говорить Надо Конечно Уилом Сейчас С его Харизмой Нам И так Нелегко Пришлось В те Дни Не чини Нам Новых Бед Ладно Я просто Рюкзак Посмотрю Если Не против Лежаночка Плакат Огненного Кулака На плакате Нарисованы Мужчины И женщины В доспехах С эмблемой В виде Окруженного Пламенем Кулака Хотите Отыскать Достойную Цель В жизни И завоевать Уважение Окружающих Тогда Вступайте В огненный Кулак И станьте Защитником Врат Балдура Под предводитель Самого Великого Героя Герцога Улдора Рейвенгарда Вы будете Патрулировать Улицы Нашего Города Защищать Его жителей И поддерживать Наши законы Пробей себе Дорогу К светлому Карьерному Удачему Обратись К любому Из всегда Готовых Помочь Кулаков Или нашу Штаб-квартиру В Морской Башне Прямо Сейчас Что за дверь Каменная Дверь Проходим Каменная Дверь Тут два Квеста Впереди Не торопимся А кто это такие Второго уровня Зевлор Не Вроде нормально Он же главный Тут Поговорим Это ж ты помог Уворот Спасибо Хорошего Я сам Тут не помешает И ничего не покрасить Ну в смысле Нет Я слышал о том Что произошло Спасибо Что не дал Им погубить девочку Как раз покрасить Наверняка Если друиды обезумели Настолько Нам уже не гоблинов Следует опасаться Нас перережут Либо тут Либо по дороге Отличный выбор Согласитесь Уйти из рощи Будет самым лучшим решением Я могу помочь Спасибо за предложение Но там снаружи Целая армия гоблинов Нам нужно войско Чтобы довести Нас до брат Балдура Целыми и невредимыми И хотя в твоих талантах Я не сомневаюсь Ты не войско Хотя возможно Способ найдется Гоблины С дисциплиной Не особо дружат Им мозгов Не хватило бы Так все организовать Значит кто-то Ими руководит И насаждает порядок В рядах Если этих вожаков Не станет Они разбредутся Разбегутся Я понимаю Задача сложная Но я видел Как ты дерешься Тебе это под силу Перебить гоблинский главарий Изи От этого зависит Жизнь всего нашего лагеря Спасибо Мы готовы выступить Как только А можно пожалуйста Пушку спрятать Поднимаемся наверх Тут есть у нас Ну выход какой-то И типа лестница по квесту Видите Меточка какая-то Так Нэти вознамерилась Отравить нас Но мы сумели Отговорить Она все-таки Хотела нас отравить Друида спасти Гоблинов победить К нам присоединился Уилл Охотник на чудовища Который называется Клинком фронтира Он охотится На карлах Я не буду От карлаха Избавляться Я должен их помирить И Арабелла Мы спасли Так Мешок Смотрим Что здесь есть Ничего здесь нет С нами бежит кит По лестнице Пробую пробраться Но она красная Такое впечатление Что я вот Я использую лестницу И мне скажут Неправильно ты, Михаил А Мы наверху оказались Здравствуйте И рюкзак чужой Я думала Гоблины нас перебьют Стоит только нам Высунуть нос Но я послушал О твоих подвигах У ворот И скажу Так Нет Они все еще Нас прикончат Но по крайней мере Без боя мы не сдадимся Это юморная Я смотрю Постараюсь Не обосраться При виде первого же меча Нана Как-то же мы пережили Аверна Виверна Выходит мы крепче Чем кажемся Как знать Возможно Кто-то из нас Все же доберется Добра от Балдура Балдер's Gate Если уж вы в аду выжили Выживите здесь Между оптимизмом И глупостью Есть разница Дикие твари Уже многих наших Прикончили Боюсь Там снаружи Мы долго не протянем Если ты В нас так уверен Может поставим На кон пару золотых А вот так вот Можно и поставить Отлично А поскольку Вы долгой Я оставаться не люблю Значит Во вратах Балдера Мы с тобой По-любому Увидимся Буду ждать Оля Какая Ждать Она меня будет И выход Но похоже На тупик Но интересная Опушечка Да? Поляна Мне кажется Что здесь Либо проход Либо проверка Какая-то Либо просто Красивое место О О Вижу ее Вон Карлах Внизу Смотрите Ах А я сюда спуститься Не смогу Я бы Я бы Не Почему Вот сюда Мы прыгнем 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 Пройдем Потом Нет Это Другая Другая часть Ну как Пляс Кажется БСП Так и вел Меня И впереди Как раз Люди Странные вещи С нами Творятся То Отрава То Вон Видите Люди Впереди Что-то Не так Ой Я сейчас Опять Прыгну Ты же Верный Ты не можешь Умереть Умоляй Не бросай Нас По-моему Он без Сознания Эд Ты слышишь Нас Стоять Ни шагу Назад Я помню тебя Странный символ Впечатанный В плоть Светится И что-то Внутри Тебя Волнуется Откликаешь Ааа Эти фанатики Точно Давайте И летит Мудрость Я хожу Там Где Вздумается Два Вообще Изи Проверка Три Блин Как было Близко Прошу Прощения Наш брат Эдовин Он верный И он Ранен Я Я не Подумала Твой разум На миг Словно содрогается Спасибо Walk with me Добрый вечер Раненый Встречается с тобой Взглядом Паразит Копашится в голове Попытаться От него закрыться Посмотреть в глаз Ваши разумы Переплетаются Ты видишь его брата И сестру Андрика И Брину Новые рекруты Теперь ты за них отвечаешь Защити их Слушайтесь верного Он сможет Он Эдвин Нет Он Он Абсолютом Теперь Верный Слава Абсолюту Эдовин Наш брат Он был избран Прямо Как ты Да Не можешь Объяснить Паразиток В голове У тебя есть Для нас приказы Эдовин Был нашим Командиром Они Кажется В прошлый раз Недалеко ушли Нам пришлось С ними сражаться Так Кто такие верные Абсолют Что случилось Возможно Сумеете мне помочь Я еще друида По имени Я не знаю Никаких друидов Поговорили Что за абсолют Ты хочешь проверить нас Абсолют Наша богиня Она уничтожает Весь старый миропорядок И установит Уничтожит И установит новый Тогда к власти Придем мы То есть После вас Конечно верных Это понятно Верные Вроде тебя Это те Кто избран Абсолют Вы говорите Ее голосом И когда придет время Верные Вы будете править Ну Я не против править Короче говоря Ты пока не смыслишь Нашей вере Что случилось С братом Давайте В это глушение Мы знаем Это лучше Чем хотелось бы Но мы здесь По приказу Абсолюта Мы ищем беглецов Те кто уцелел После падения Корабля к западу Отсюда То есть Это мы Я выжил Вы искали меня Ты? Блин Я допустил Тоже самую ошибку Блин Опять 25 Причем я Твою ж налево Есть Есть Нормально Не можешь Подойти Сразу Давай в хайд Нет От действия Где Бесплатные Действия Алеша Бонусные Действия Раз Сразу Спина Емэ 91 Или Е99 Нано Критический Удар Отлично Грозный Зас А Вот Можно было Дальний бой Засаду Да Мастер Засад Вот это Надо пробовать Использовать Игорь Николаев Отдыхает В другом Инстанте Так Как мне Прикрыть Нашего Товарища Ну хотя Там Не так Много Осталось Что у нас По бесплатным Каким Нибудь Как обычно Наверное Огненный Заряд Что Добить Подругу Будет Перекрыт Запрыгнуть Можешь Это же Бонусное Действие Запрыгнуть Я вообще Не могу Наверное Как Так Так Точно не можешь Запрыгнуть А если я спрыгну Я лягу Место в недосягаемости Мне все равно Хотя бы Как-то Нужно Давай Давай Отсюда Глядишь И достанешь Да Да Есть Мелкую Забрали Так Ну мы Тут как бы Раз на раз Да Получается Андрик Мы можем Попробовать Запрыгнуть Назад Но Как-то Не выходит Аленький Цветочек Я бы Сделал Берег От оружия Чтобы Не сильно Пострадать Взял бы Фокус А Фокус Тоже Действие Вот я Конечно Тут только Финт Финт Прыжок Давай сюда Разлить Маслицем Или Фокусами Действовать Хрен его знает Давай замедление Ледяной лыж Достанем Достали Ну что он Сделает Ну Дайте он Не сможет Аут Хрена Себе Э Слышишь Провалерс Лежит Пашмя Да Класс брони Тоже Хорошо До полного отдыха Халява Не знаю Этот шанс Маловатый Путь Перекрыт Не ясно Что делать Сверхатуры Сделать Особо Не могу Ладно Конец Хода Попробуем Здесь 25 Что-то Фехтовать Должно Может быть Даже Урон Обычный 40% Твоюж Налево Зракальное Отражение Язвительное Нас Давай Дебаб Язвительное Насмешка Он Прошел Сейчас Прилетит Мне кажется Давай Мисселю Бам-бам-бам Хорошо 20 стоп Это взяли Опять Ни за что Людей убили Опасненько Так вот Действовать У него Длинный меч И тяжелый Кольчужный Доспех На шестнашку Теоретически Он может Соколу Зайти Посмотрим Какие там Он получит Страф Скрытности Что уже Наверное Не очень Хорошая тема Класс брони Действительно Увеличивается Но А нет Нет Помеха Есть Про проверку Скрытности Тогда пока Не будем Давайте попробуем К Карла Отправиться Взять ее Побыстрее Мы ее Видели На том берегу Мы ее Отсюда Видели Что она Сидит Здесь А раз Мы идем Вдоль Речечки Нам надо Видимо И Найти Переправу Через эти Камешки Наверное Пойдем Тут рядом Мещим Место Для исследования Давайте Сначала Карлок Возьмем А потом Мы потом Вернемся Да Вижу Пещеру Это Возможно Медведи Сычи Свин И К сожалению Мои Ребята Не могут Не могут Автоматически Добраться То есть Моя задача Ой Моя задача Спрыгивать Хоть и Коцаться Но спрыгивать Минус Пяточку В здоровье Сейчас Легкий Легкий Привал Устроим Как же Подлутать Ну вторую Можно Подлутать Александра Давай Мы Сюда Еще Вернемся Странная Сила Исходит От Трупа Она Взывает К тебе Мне Надо Заканчивать Начинаю Раздражаться На советчиков Терпел Сейчас Уже Надоело Да Прям Вот Четко 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 Просто Твоим ногам Несут К трупу Что происходит Глупо будет Если воспоминания Носителя Пропадут Зря Личинка Полготила Их Все Этот опыт Может Насытить Себя Сделать Сильнее Любопытно Любопытно Насильно Закрыт Разум Ты Не Поддашься Паразиту Почему Мы Нормально С ним Живем Причем Наставление У нас Есть У обоих По проверкам Класс Охренеть Это Провал Повторный Бросок Класс Спасибо Игра Критические Права Пропроводные Отзначаются В церкви Недовольно Зависимые Дементификаторы Характеристики Да А вот и Паразит Ой 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 А Просто Взял И А вдруг Он прогрызет Путь Внутрь Должен сказать Иметь Паразита В голове Это Одно Так Спасти Друида Принятие Потенциала Нашли Особого Паразита Такого же Как наш Нас Притянул Его Потенциал Мы Использовали Способность Паразита Влиять Хотя Критический Провал Как Мы Как Далеко Простирается Его Сила Так Тут Масса Еды У Бринки Булава И Легкий Кожаный Доспех Да Учитывая Что Сегодня Мы Начали Сколько Уже Идет Трансляция 5 Хотя 5 Часов 40 Минут Всего Лишь Мы Мы Не Делали Стоп Старт Да Сначала Трансляции Ладно Все равно Спасибо Друзья За то Что Смотрели Завтра У нас Должен Играть Хапач Надеюсь Китайцы Как Сегодня Не Пере Это Самое Расписание И Завтра Вечерком Продолжим Приходите Стрим По Варику Ориентировочно 2 часа Стартанет И Сразу После Трансляции По Балдрус Гейт А я Посмотрю Что Сегодня У меня По хвостам Осталось Что Только 2 часа Днем Был А потом Ну хорошо Начали Все читаем Все по плану Сделали Персонажи Развиваемся Было Много Таких Сложных Ситуаций Чего Стоит Там Падение Будучи Ранеными Или Потеря Двух Персонажей На ловушке Но Мы Не Использовали Пока Сейва Ни одного И проходим Как надо На самом деле Сейчас пока Просто Потому что Я более-менее Знаю Что будет Впереди Но Дальше Будет Интереснее Все Спасибо Большое Что Смотрели Да Увидимся С вами Завтра Пока Пока Спасибо За Внимание